Подпишись на канал, а мы начинаем. Команда Мината понуро брела по дороге в деревню. С заданием-то они справились, а вот товарищи потеряли. Левый глаз Кокаши постоянно чесался, Рин все время плакала, даже почти не скрывая слез. Смотрите, намикадзе показал на полянку почти возле самой деревни. Там лежал, без сознания или просто спал, не разобрать, парень. Черно-рыжий костюм эмблема водоворота на спине все указывало на принадлежность к Анохе. Кто это? Спокойным, чуть удивленным голосом спросил Кокаши. «Проверим», — откликнулся Мината, резко перемещаясь к парню. «Спит». Пробормотал ошалевший от увиденного намикадзе. Блондин спал на земле, так будто всю жизнь не высыпался, подпаленный на куртке и общий затасканный вид. Говорили, что парень скорее в обмороке, но это опровергалось ровным дыханием. «Эй!» Мината слегка толкнул ногой парня. «Ай!» Теневые клоны. Раз. Парень подскочил, сложил печать, появились клоны, и тут он заметил того, кто его разбудил, и буквально прикусил язык. «Кто ты?» Парень молчал и сверлил неверящим взглядом намикадзе. Затем снова сложил печать, после чего и клон, и парень пропали. Подозрительный пацан. Пошли в деревню, скомандовал своим намикадзе. «Старик!» В круглый кабинет Хакаги ворвался оранжевый вихрь. Тут же его попытались скрутить два Анбу, но это оказался клон. «Стойте! Мне надо поговорить с третьим наедине!» Хирузин коротко кивнул, парень казался знакомым, и нет. Анбу молча покинули кабинет. Представься для начала. Наруто Узумаки, сын четвертого Хакаги, Джинчирики Кьюби, и будущий Хакаги, лукаво улыбнулся блондин. У нас только три Хакаги, да и Джинчирики другой. «Я знаю, я из будущего», — вполне серьезно сказал Наруто. «Откуда ты знаешь?» Жив Минатана Микадзе и Хатаке Кикаши слегка не двадцать восемь лет, про остальное Узумаки не стал говорить. «Как же ты сюда попал?» — спросил Саруто Би. «Без понятия. Я тренировался рядом с деревней с капитаном Ямато, Какаши Сенсим и еще двумя членами нашей команды. Мы все уснули, а проснулся я уже здесь. Удивительно. Но мы расследуем это дело. Спасибо, а то у меня еще столько дел там. Хм. Хакаги-сама, мы вернулись, в кабинет Каги зашла команда Мината, ты?» Наруто только косо взглянул на третьего, прикидывая, как тот выкрутится. «Мината, где у Чихобита?» «Погиб под завалом, и задание выполнено». Вот как, Хирузин кинул короткий взгляд на Наруто, вспомнил, что тот говорил, что работал в команде с Какаши в будущем, тогда вы, наверное, обрадуетесь новому члену вашей команды. Кинул Зунки, — кивнул головой Наруто. «С чего вы взяли, что мы его примем?» Ощетинился Какаши. «У вас нет выбора», — Хакаги сложил руки на столе и оперся на них подбородком. ХМФ, Хатаки гордо вскинул голову и отвернулся. «Приятно познакомиться, Кин. Я на Микадзе Мината, это Хатаки Какаши, а это Рин, представил всю свою команду будущей четвертой Хакаги, какие миссии уже выполнял?» «Было интересно, насколько силен парень». «7D ранга, 1С, 2П6А». Ого! Мината действительно был удивлен. Какаши тоже впечатлился, но продолжал строить обиженного. «Все-таки у него друг недавно умер, и замены он не хотел. Ты, наверное, как и Какаши, Джанин», — протянула девушка. «Нет, по официальным бумагам я генин», — улыбнулся ей, Кин. «Быть не может!» — воскликнул Какаши, резко поворачиваясь. «Мината и Хирузин тоже были в шоке. Во-первых, для такого молодого человека так много миссия высокого ранга, во-вторых, он не выглядел гением. Но это так!» Улыбнулся Наруто, закидывая руки за голову. «Пошли сразимся!» — воскликнул Какаши. А он был очень вспыльчивым, Саски напоминает, — подумал Кин, в то же время улыбаясь и радостно кивая головой. «Я тебя по полю раскатаю», — сообщил он Белобрысику. И оба парня тут же испарились. «До свидания», — попрощалась Ирин, и цивилизованно покинула кабинет. «Кто он такой?» — спросил Намикадзе. «Кто знает», — уклончиво ответил Сарутебе. «Ну что, новая команда Мината?» «Пошли на тренировку», — скомандовал Намикадзе, когда тоже вышел из кабинета третьего, «надо потренировать вашу командную работу». «Угу!» — кивнул Ирин. «Смотря на то, что и Кокаши, и Кин здесь, значит они уже подрались. Кто победил, не разобрать, оба недовольны и оба с синяками под глазом». Когото этот Кин напоминал Мината, но вот кого он так и не мог понять. Решил просто следить. Все четверо отправились на тренировочную площадку, Кин и Кокаши начали перебранку, и Мината уже начал путать блондина с обито. Вот кого он напоминал характером, а вот внешностью так еще не решил. «Да ладно вам», — улыбался Намикадзе, — «прекратите спорить, вам еще в одной команде работать». «А у нас и так командная работа не к черту». «Не волнуйтесь, Мината Сенси, все будет в лучшем виде», — ответил с улыбкой Кин, в очередной раз закидывая руки за голову. «Наруто» постоянно напоминал себе, что теперь у него другое имя, и назвать Мината папочкой он не может, хотя на языке вертелось. Да еще и Кокаши, его тоже хотелось назвать учителем, а приходится сдерживаться, сдерживаться, иначе его не поймут, устроит допрос, а Наруто не выдержит и расскажет все как на духу. Все бы ничего, но тогда возможно он изменит свое будущее, но его и какое оно есть, вполне устраивает. Хотя иметь отца и мать очень хотелось. Хотелось узнать, а каково это иметь любящих родителей. Наконец они подошли к полигону. «Чтож, старая добрая стратегия, отнимаем колокольчики», — скомандовал Мината, продемонстрировал бубенчики, подбринчал имя и коварно улыбнулся. Ему очень было интересно, как они сработаются с первого раза. Все трое резко исчезли. Наруто, незаметно от всех создал несколько клонов и стал посылать по одному к намикадзе. Будущее четвертой Хакаги, даже почти несмотря, отмахивался от клонов кино. Ему еще книжки Джирай в руке не хватает, — подумал Наруто, и тихо улыбнулся. Клоны продолжали атаковать, Какаши попытался отправить своего учителя в волшебный мир Гиндюцу, но с Шарингоном он еще довольно плохо управляется. Рин попробовала, пока учитель в Гиндюцу, напасть в ближнем бою. Кин тоже напал. Перемещаясь очень быстро, он догонял Мината везде, куда бы тот ни пошел, будто прекрасно знал, в какую сторону сейчас уйдет учитель с помощью своей техники. Это было почти так, все же прощальный подарок в виде некоторых знаний оставил Икушина, в том числе и о технике своего мужа. Кин мимолетно кивнул, и откуда-то сверху прыгнул на Мината клон с криком «Росинган!». Намикадзе отвлекся, и крайне удивился, что кто-то еще знает эту технику, и даже умеет ее исполнять. Наруто знал, что пыльется, но другого эффекта неожиданности он не мог найти. Пока Мината думал, откуда этот странный пацан знает его технику, Какаши и Рин отняли колокольчики. Кин стоял рядом и довольно улыбался. А теперь ты скажешь, кто научил тебя этой технике, многообещающе улыбнулся Мината. Перешла по наследству, и ведь почти не соврал. От кого? А вот этого не могу рассказать. Ладно, Мината не был доволен таким ответом, но решил не давить, захочет расскажет. Командная работа у вас довольно хорошая, что удивительно. Вы же только сегодня встретились. Кин, какие еще техники ты знаешь? Их я тоже не могу показать, отвел взгляд Узунки. Не мог же он сказать, что Росинган закончен. Но тогда мы не сможем узнать, насколько ты силен, и на что нам рассчитывать в бою. Не волнуйтесь, я не подведу. Только, а впрочем, сам разберусь. Сарут и Биасума здесь? Да. Отлично. Пойду его найду, ответил Кинус мотался поскорей. Странный парень, заметил Какаши, смотря в сторону, куда убежал их новый товарищ. Он мне обид и напоминает, тихо сказала Рин, такой же веселый и нелепый. Обид и не нелепый. Знаю, но иногда очень даже, был. Рин снова заплакала и отвернулась. Она, конечно же, знала, что Учиха был в нее влюблен, но, видимо, так часто и бывает, что объект любви влюблен в другого. А Какаши ясно дал понять, что он недостойный Рин, и непонятно, взаимные ли чувства. Интересный ребенок. Подружитесь с ним, подытожил Минато. Наруто нашел Сарут и Биасуму, попытался договориться с ним о тренировках. Асума, конечно, выслушал незнакомого ниндзя, но согласия не дал, пообещал подумать. Действительно, Какой Шинаби согласится тренировать Кагото неизвестного. Сейчас Узума кибрил по смутно знакомым улочкам. Такими они были во времена его детства, а с тех пор не один раз разрушали бедную деревню. Еще Наруто радовался, что попал сюда с деньгами. Там, и в будущем, Какаши погнал их на тренировку почти сразу после возвращения с миссией. Они ее чуть не провалили, и Сенсей был сильно зол. А еще Сенсей старался обучить еще одной стихии Наруто, то же самое и с остальными юными Шинаби. Сакура, кроме медицинских техник до разрушительного кулака, ничем особым не владела. Сай тоже только рисовал. И Какаши решил взяться за их более разностранное обучение, раз они считаются самой сильной командой деревни. А сейчас джинчурики-лиса целенаправленно шел в вычароку. Рамен он не ел недели две. Две порции рамины, пожалуйста, Наруто зашел в кафешку, наклонившись, потому не было видно его лица с отметинами на щеках в виде усов. Сейчас, Минато, владелец посмотрел на севшего парня, простите, перепутал. Ничего страшного, улыбнулся Наруто, внутри очень возгордившись он похож на своего отца. На сердце стало чуть теплей. Может Узумаки рад, что оказался здесь, но даже в его пустую голову приходили мысли, что если он здесь привяжется к родителям, то это может обернуться катастрофой. Да и так тоже похоже, заметил повар. Невозможно, засмеялся Наруто, Якин Узумаки. Узумаки. Родственник Кушина. Возможно, я рос сиротой, ответил Наруто, не убирая улыбку. Нам две порции, дяденька, раздался веселый женский голос от входа. На свидунку пришли, Минато Сенсей. Ядовито спросил Кин, оборачиваясь и так же ядовито улыбаясь. Да, широко улыбнулся Минато, проходя внутрь и садясь на стул. Кушану Узумаки, представилась красивая Кунаичи, с шикарными красными волосами. Наруто знал, что его мать красивая, но вживую казалась еще красивей. Кин Узумаки, представился и Наруто. Узумаки. Удивилась нынешней джинчурики. Да, но я рос один, блондин состроил страдающую рожицу. Бедный ребенок, прониклась с сочувствием Кунаичи. Я не ребенок, взвился Наруто, действительно, сейчас он младше родителей всего на два года. Девушка засмеялась своим демоническим смехом, как окрестил его сам Наруто. Все равно ребенок, Кушану разве что язык не показал. Успокойтесь, примиряющий поднял руки Минато. Намикадзе. Я вызываю тебя на бой. Ни с того, ни с сего, сообщил Кин, вставая во весь рост и показывая пальцем на Минато. Что? Минато чуть не упал со стула, хотя идея ему понравилась, он сможет измотать Кина, и вынудить его использовать еще свои таинственные техники. Что слышал? Отозвался и Узумаки с чувством выполненного долга уселся на свой стул и принялся есть, поставленные перед ним порцией лапши. «Доминато тебя по земле тонким слоем размажет», — насмехалась Кушана. «Не сможет, я его превзошел по силе, дать тебе я». Двум Шиноби было странно слышать такое от незнакомого человека, пусть он и Шиноби Канохи, но откуда он взялся, знал разве что третий. «Дать тебе я?» — переспросила Кушана. «Вот тут и Наруто и понял, что взболтнул лишнего. Будь тут же Камару, мог бы уже сложить логическую цепочку и раскрыть относительное инкогнито Наруто. А что?» — прикинулся дурачком Узумаки. «Да ничего», — Кунаича подозрительно на него косилась, пока ела свой рамен. «Ладно, я пошел», — попрощался Кин, махая рукой, «спасибо, было вкусно». «Минато с Синсей сразимся завтра, не хочу мешать вашему свиданию». Точнее он не хотел еще в чем-нибудь проболтаться. Если отец узнает о том, кто он, то лучше поздно, чем сейчас». Дальше Минато и Кушана отправились в парк. Сидели, обнявшись, возле огромного столетнего дерева, прячась в его тени. Неподалеку был Наруто, не удержался, следил за родителями. Иделию нарушил Джирайи, похвастался первой написанной книгой, по-доброму посмеялся над учеником и ушел по своим делам. Зная Жасанина, тот отправился на источники, снова будет за бедными ничего не подозревающими девушками следить. «Наруто и сам не заметил слез на щеках, родители – живое и пышущее здоровье мучитель, все это навевало такую глухую тоску. Нехорошо следить за влюбленными», – произнес тихий голос над ухом блондина. «Что?» Кин резко вытер слезы и обернулся. «Да ничего», – насмешливо смирил взглядом какаши своего нового товарища. «Прости, я, пожалуй, пойду», – затравленно покосился на будущего учителя Узумаки и ушел. «Действительно странный», – пробормотал какаши, кинув взгляд на милующуюся парочку и тоже покинул парк. «Минато, у меня есть для вас миссия», – сказал следующим утром Хирузен, вызвав Джанина к себе. «Что за миссия?» – спросил Намикадзе, уже прикидывая, что бой с кином отменяется. «Убить Анбутумана, вся остальная информация в свитке», – ответил Сарутаби. «Кстати, вчера сын мне рассказал про кинозумаки, он приходил к нему просил тренировки по стихии «Ветра». «Странно, что он не попросил меня». Он мог не знать, Хирузен тоже задался этим вопросом. «Впрочем, Нарута Узумаки из будущего действительно мог не знать, раз блондин сообщил, что Минато к тому времени уже умер. Намикадзе решил не откладывать в долгий ящик и пошел к Наруту. Место его жилища было написано на клочке бумаги, прикрепленном к свитку с заданием. Нарута после Рамина подумал, что ему надо где-то жить, и решил узнать у третьего, свободна ли его квартира. Квартира оказалась пустой, во всех смыслах. Там не было ничего, ни мебели, ни техники. Но Шинаби привыкли на голой земле спать, так что Нарута не испугался и не унывал. Едва Минато подошел к двери, как она открылась, Нарута тренировался в режиме Санина и знал, что к нему идет его отец. «Здрасте», – поздоровался Кин, быстро развивая Сэн Дюцу. «Он еще успеет показать режим Санина, новый фактор неожиданности для боя с Минато. У нас миссия, Ранка. Я знал, что тебе понравится», – едко заметил Минато, смотря на скачущего по прихожей радостного парня. «Не забудь взять все необходимое. Есть, Минато Сэнси», – отрапортовал Кин, – «через сколько выдвигаемся?» «Через три часа, у главных ворот». «Отлично. Все три часа Нарута бегал по конохе и скупал все нужное. Одежда у него была, только пришлось купить теплый плащ, мало ли, еды взять получилось довольно мало, а аптечку закупить по полной. Хотя ему она почти не понадобится, Курама хорошо залечивает раны. Оружием он почти не пользуется, разве что кунаем отца. Но показывать его ему опасно, и так-то уже Нарута сболтнул лишнего, еще один прокол и придется все объяснять. Ровно через назначенное время Узумаки появился у главных ворот, с двух сторон шли Минато и Рин. «А кукаши где?» – спросил Кин, прекрасно зная, что Хатаки опять опоздает. «Странно, он очень пунктуален», – произнес Минато, еще помни ссоры кукаши Сабита, как раз на почве опозданий. И знал, как Белобрусек их ненавидит. Начинается, – тихо пробормотала Нарута. Пошло минут двадцать, прежде чем появился предмет ожиданий. «Кукаши, почему ты опоздал?» – ласково спросил Кин, почти что нежно улыбаясь беловолосому парню. «Да там, старушка попросила помощь». Протянул кукаши, отводя взу. «Отмазки не меняются со временем», – подумал Узумаки. «В чем состоит наша миссия?» – спросил со всей серьезностью кукаши, когда они уже вышли из деревни. «Надо убить несколько отрядов Анбутумана, они убили какого-то чиновника наших сторонников». «Уфы, легкотня, ски-скин. Думаешь?» Лукаво спросил Минато, он-то прекрасно представлял, насколько сильны Анбу. «Если обычные шинобетуманы невероятно сильны, то Анбу и мечники вообще звери». «Конечно, Узумаки еще что-то собирался сказать, но промолчал. Посмотрим, как ты справишься в одиночку», – иронично хмыкнул кукаши, складывая руки на груди, и всем своим видом показывая, что он не будет помогать этому воскочке Узумаки. «Я могу быть и один, и тысячей». Кин ностальгически улыбнулся, точно такую же фразу он сказал Итачи перед его смертью. Хотя они еще раз болтали во время войны, но это уже было не то. «И как же это?» Поинтересовался Хатаки, разом перестав изображать великого гордого ниндзя. «Хао, и это гений Канухи. Не знать таких простых вещей», – хмыкнул Кин. Намикадзе хихикнул, он уже догадался, что Кин часто использует клонов, и довольно мастерски. Но создать их тысячу, даже он слегка недоверчиво относился к этому. Чакры же надо прорву затратить. «Не ссорьтесь», – улыбнулась Ирин, ей Кин в принципе нравился, как личность и человек. Да и сам Мизумаки распространял от себя солнечные лучики дружбы и доброты. Три дня хода почти без остановок и они пришли в страну Земли. Где-то там были Анбу Тумана. Еще день поисков, и они, наконец, были найдены. Завязался бой. Кин, Какаши и Ирин пытались убить десятку Анбу, Минато пытался убить вторую десятку. Один из шинопедесятки намикадзе использовал ядовитый туман, другой нанес Минато довольно сильное повреждение. Отец крикнул, совершенно забывая, кто рядом с ним, едва услышав сдавленный крик намикадзе. Кин создал около сотни клонов. Несколько из них вдруг обрели покров из золотисто-желтого огня. По спине, рукам, животу, голове бежали черные линии, точки, круги непонятного назначения. Эти клоны начали создавать по Росингану, огромных размеров. Никто из здесь находившихся, не видел такой техники. Режим Биджура с Инкюган. Крикнули клоны, притаскивая противников с помощью полупрозрачных звериных лап. Оставшиеся клоны утащили в сторону от битвы подростков. Пусть они и живут во время войны, лучше не видеть лишний раз смерть. Наруто, не разбирая дороги, несся туда, где слышал крик Минато. Его не волновало, что туман отравлен, его не волновали враги. Он их убивал парой ударов хвостами из чакры Биджу. Да, он не стал ждать боя с Минато, и раньше раскрыл картой, что он все же не генин, а джинчирики, и даже санин. Техника ядовитого тумана развеялась, когда Наруто прикончил его создатели. Тут же склонился над раненым Минато. Папа, шептал Узумаки, отец, Минато, очнись. Слезы текли по его щекам, но он их даже не замечал. Все, что он понимал, если отец умрет здесь и сейчас, не будет его, Наруто Узумаки, нельзя этого допустить. Наруто решил попросить помощи у Курамы, тот же лечит его раны, значит умеет, и возможно сможет помочь Минато. Теце, черт с тобой, ответил лис, протяни руки. Узумаки выполнил, из раскрытых ладоней потекла красновато-оранжевая чакра Курамы, залечивая рану и убирая отравление. Минато находился в каком-то неподвешенном состоянии, не было ни ощущения земли, солнца, воздуха, не было боли, да и мысли текли вяло. Как сквозь вату он услышал крик отец. Это к нему так обращаются? Да, вроде он не может быть отцом, рановато еще. Папа, даже показалось, что завущий всхлипнул, отец, Минато. Очнись. Это точно к нему, но он просто не может быть отцом. Или может? Тут ему в непроницаемой темноте показалось красное, успокаивающее, свечение. Оно вытягивало Минато из пучины тьмы, и вот он уже смог открыть глаза. Над ним склонившись, и протянув руки вперед, сидел он. Кино в нем было узнать практически нереально. Тонкие полоски на лице стали жирными линиями, все тело и волосы парня были охвачены будто бы огнем, только он не обжигал, а грел. Глаза, знакомый красный цвет и тонкий вертикальный зрачок, глаза Кьюби. Парень облегченно улыбнулся, смахнул выступившие слезы и взвалив на Микадзе на плечо, отправился к месту, куда клоны отнесли Кукаши и Рин. Клоны один за другим исчезали, на оставленной поляне лежали 20 растерзанных телефон. Пока Кин не дошел до сокомандников, он убрал режим Биджу. Хотя те его уже видели. Рин, едва увидев учителя, тут же принялась суетиться над его ранами. А Кукаши абсолютно недоверчиво следил за Узумуки. «Кто ты?» строго спросил он. Спалился, Кинг горько усмехнулся и растрепал свои волосы. Но с рассказом он подождал, пока Мината не залечит. Теперь все трое сидели и знавали от информационного голода. У Мината было море вопросов, особенно откуда у него глаза Кьюбии, и что это вообще такое было. Начнем с того, что я еще не родился. «Почему?» спросил Рин, склоняя голову набок. «Потому что дата моего рождения будет еще лет через пять или четыре», ответил Кин. «То есть, ты из будущего?» догадался Мината. «Да, как я оказался здесь, не знаю», кивнул Наруто. «Мы вместе с командой уснули на тренировочном поле в лесу, проснулся я один и здесь. И кто же ты такой, что знаешь третьего, какаши, асуму, да и вообще деревню, но не знаешь, что у меня стихия ветра. Правда?» Блондинистые брови смешно взметнулись наверх, я действительно не знал. «В моем времени ты уже мертв». В голосе Узумаки было неподдельное страдание и печаль. «В моем времени, многие, кто живет сейчас, погибли. У нас тоже была война, и она не пощадила никого, только тогда все шиноби объединились. Мы выиграли, но не совсем, главных зачинщиков мы убить не смогли, они сбежали. Он помолчал немного. Так что мне еще надо вернуться обратно в свое время, убить этих двух и вернуть друга в деревню. «Зачем ты рассказываешь?» Спросил какаши, «разве это не повлияет на историю?» «Может, но я не рассказываю всей правды», откликнулся Кин. «Тогда у меня вопрос. Ты джинчурики Девятихвостого?» «Да», улыбнулся Наруто. «Ты рад этому?» Почти с ужасом спросил Минато, такого он не мог представить. Ни один джинчурики не жил счастливо с Биджу внутри. Разве что Кушана, и то она счастлива только благодаря любви самого Намикадзе, все остальные ее боятся или ненавидят. Очень. Поначалу я даже не знал, что джинчурики меня ненавидели, боялись, презирали. Я старался им доказать, что достойных признания, но меня тогда не принимали всерьез. Стали чуть-чуть принимать только после того, как я спас деревню. Потом я даже стал героем пяти наций. Как может быть генин героем наций? Удивился Кукаши, он просто не понимал этого. Ну это официально я генин, а вообще я санин. Мой учитель мне говорил, что я превзошел желтую молнию Канохи, кин иронично посмотрел в сторону Минато. Меня? Удивился Намикадзе, на что Узума Ки кивнул. А кто твой учитель? Спросил Какаши. Еще один ироничный взгляд, ты. Хм. Минато вспомнил, что кин джинчирики, и значит он владеет полным контролем над лисом. О чем он и спросил блондина. Не контроль, товарищества, исправил Узума Ки Минато. Не думал, что с лисом можно подружиться. Если сильно захотеть, можно не такое, улыбнулся кин. И кто же ты? Спросил Рин, догадываясь, что названные имени настоящие. Наруто, сын четвертого Хакаги, еще шире улыбнулся тот. А кто же четвертый? Узнаете сами, в свое время. Скучно, протянула девушка. Прошло с того дня полгода, Минато стал четвертым. В тот же день, Наруто перешел к Намикадзе. Поэтому ты меня отцом называл, Наруто? Вместо приветствия спросил Минато. Да. Ты мой отец, Акушина мать. Значит мы умерли, там, и в будущем. Да. Я хотел бы вас спасти, помочь как-то. Но кто знает, как это отразится на мне самом, да и на истории в целом. Ну одно я знаю точно, мой сын будет счастлив, тепло улыбнулся Минато. Не очень. У меня, конечно, много друзей, сейчас меня все любят. Но раньше было не так, да и лучшего друга вернуть-то в деревню надо. А хочет ли друг этого? Несколько скептично прищурился Намикадзе. Пойми, Минато, он остался один. Мне он всегда ставил в упрек, что у меня никогда не было родителей, что я всегда был один. Я не хочу, чтобы он познал боль полного одиночества, когда никто не хочет тебя любить, и нет просто близкого человека. Не убей он сам своего брата, я может быть и не стал его так упорно возвращать. Он убил своего брата? Да. Потому что его брат убил весь клан. Мой друг Мститель, горько улыбнулся Наруто, отомстил, узнал правду и не знает, что теперь с ней делать. Мой долг, как друга, ему помочь. Ты отличный друг, Наруто. Теперь я точно смогу умереть спокойно, зная, что мой сын выдающийся человек, тоже довольно горько улыбнулся Минато. Они еще долго говорили. Но на утро, Минато, проснувшись на полу, где они вчера уснули вместе с Узумаки, никого не было. Единственное, что осталось напоминанием браслеты, купленные, в лавочке возле горячих источников, Минато, для всей команды. Он был сделан из позолотой, связью из молнии и эмблемы листа. Наруто открыл глаза, и не поверил увиденному. Над ним склонился взрослый какаши, и задумчиво так смотрел. Рядом угадывались остальные члены отряда. Что случилось? Спросил блондин, потирая голову. Он догадался, что увернулся, и больше всего боялся, что это все было сном. Очнулся. Улыбнулся какаши, мы тебя потеряли. И сколько меня не было? Снова спросил блондин. Полгода, Хатаки прищурился, прекрасно зная, кто сидит перед ним, но об этом не знали остальные. Узумаки опустил взгляд и натолкнулся на такой знакомый браслет, на правой руке учителя, тот самый, что купил всем как-то Минато. Все же не сон. Только вот где его собственный браслет. А вот он, на законном месте на правом запястье. Что происходило за время моего отсутствия? Не поверишь, Саски вернулся, и тоже искал тебя, вместе с нами. Правда? Блондин очень заинтересовал вопрос, с какой радостью он это сделал. Наруто подняли, отряхнули, и все вместе отправились обратно в Канаху. Узумаки зашел в свою довольно пустую квартирку, тут же на подоконник вскочил Какаши, вроде бы ушедший куда-то по своим делам. А учитель долго горевал после твоего ухода, сказал он. А ты? И я, согласился Какаши, спрыгивая с окна в комнату, да и Рин тоже. Ты знаешь, что произошло после? Ну, историю я смутно помню, протянул блондин. Нам поставили в команду совсем блеклого типа на твоем фоне, а потом умерла Ирин, так что команда расформировалась, и я получила работу в Анбу. А они точно умерли в тот день? Спросил Наруто с потаенной надеждой. Да. Только оказалось, что Минато оставил письмо для Саски. Как? Он сказал, что ты хочешь вернуть своего друга в деревню, а потом проболтался с именем. Видимо, учитель решил об этом сообщить с помощью письма. Вот как, Наруто было очень грустно, хотя часть его души радовалась, что Учихо наконец вернулся. Я бы тоже хотел, чтобы он был жив, но что поделать? Ты прав, Какаши. И тебе еще свои кланы возрождать. Ни на Микадзе, ни у Зумаки не осталось. Но у Зумаки вроде еще есть, пожал плечами Наруто, вспоминая девчонку Сенсора в команде Саски. Получается, я как Учихо, тоже клан надо возрождать. Какаши улыбнулся и склонил голову на бок. Почти все проблемы разрешились. Осталось только добить остатки Акадзе, но они пока не подавали признаков деятельности, и найти их было довольно проблематично. Саски вернулся, но ему было тяжело поначалу. Многие в деревне и других странах ненавидели его, и откровенно не доверяли. Он ощутил в почти полной мере, как чувствовал себя Наруто в детстве. Но у Брюнета были облегчающие факторы. Помощь и поддержка Наруто с Какаши, и что очень удивительно, приказ четвертого Хакаги о снятии Сучихи всех обвинений. Он хранился у копирующего ниндзя, до определенного срока. Цунади тоже была посвящена в тайну пропаже Узумаки, и о письме Намикадзе, но молчала. Наруто стал еще более серьезным, сейчас почти никто не видел его улыбки. Таким Узумаки еще больше стал похож на отца. Но и так же как и отец обладал солнечным характером, он все равно нес всем свет и надежду. И никто не знал, что Наруто втайне, работая на основе техник своего клана и на работах отца, создал технику, новую и определенно запрещенную. Перемещение во времени. Наруто, чтобы проверить свою технику, использовал ее. Долгими расчетами он высчитал возвращение к точке своего рождения. Чтобы ничего не поменялось, надо действовать очень осторожно. И Кушину спасти не удастся, к огромному его сожалению. Она выжила после извлечения Биджу, только потому, что из клана Узумаки. А вот отца вполне можно спасти, главное не дать ему использовать печать бога смерти одному. И не вспугнуть Мадару. С молчаливого разрешения Цунади, избурной и незаметной для других помощью от Кокаши, Узумаки стал воплощать свой план в жизнь. О том, что Наруто сын четвертого все равно знало мало людей. Все те же старейшины, Хакаги, да команда Кокаши. Даже Саски не знал. Наруто и Кокаши быстро складывали печати. Блондин стоял в нарисованном на земле круге из письмен. Тут уже старался Сай, пытаясь выполнить рисунок в точности, как надо. Узумаки был одет в форму и мазку Анбу. Все печати сложены, сам Наруто приложил ладонь с надкусанным большим пальцем, как при призыве, в центр круга. От руки побежали в разные стороны письменной печати. Узумаки исчез с хлопком, оставив после себя только облачко дыма до рисунки на земле. В том же самом месте, где проводился ритуал в будущем, появился Анбу. Место было выбрано занятное, доля на завершение. Самое ее начало, где река тихо блестела в свете луны. В воздухе разлилось тревожное ощущение, наверное, все более или менее сильные шины бета чувствовали. Анбушник быстро побежал в сторону деревни, перемещаясь техникой летающего бога грома. Здесь никто его не увидит, а потом можно будет подобраться прямо на непосредственное место действий. Наруто осторожно пробирался по деревьям, никого еще не было. Вечер в Канухе протекал как обычно, немного шумно в центре и совсем тихо по окраинам. Узумаки не удержался, заскочил в дом к Саске Итачи. Только после смерти старшего Учихи Наруто понял, каково было бедному парню, сколько он страдал. Его смерти он тоже не хотел, но вот с этим уже ничего поделать не мог. Это значительно опаснее, чем вытащить отца из сильного шина без лап смерти. Нет, Итачи тоже силен, он имел самый сильный шаринган, даже несмотря на то, что у него не было вечного Мангёку. Милый малыш Саске заворочился на руках брата. Итачи нежно укачивал брата и давал обещание, которое точно сдержит. Хотелось неимоверно спасти этого человека. Да только захочет ли сам Итачи снова жить в тени, потому что по-другому не получится, преступник все-таки. Наруто прыгал по крышам зданий и почувствовал, когда лис освободился. Чертов Мадара прошипел Курамы в подсознании. Лису было очень неуютно ощущать свою молодую версию. А что говорить о Наруто, который увидит себя вообще младенцем? Таби в маске использовал призыв в деревне, шиноби переполошились, но быстро догадались, что делать. Вместе с ними, чуть подсказывая действий, был и Наруто. У Зумаки очень хотелось снять подчинение с Курамы, вообще вправить ему мозги. Только тогда уж точно изменится будущее, что совершенно нежелательно. Появился третий, за ним с перерывом в десять минут пришел и Минато, взял с лиса подчинение и поспешно скрылся Таби. Захват лиса кушаный, Минато уже собрался совершить печать. Не делай этого, с деревьев вспрыгнул Наруто, хотя бы в одиночку. Я помогу, но ты для этих людей умираешь. Что? Забираю тебя с собой, никто не будет об этом знать. Все будут думать, что ты умер. Ладно, нет времени. Отец и сын принялись складывать печати, чтобы заточить часть чакры лисов в себе. У Зумаки же просто приоткрывал свою собственную печать. Кин. Кушана не знала, кто такой Кин Узумки, ей решили ничего не рассказывать, но видимо, пришло время. Сейчас можно, чтобы бедная женщина знала, что ее сын и муж будут счастливы и живы. Мама, нежно улыбнулся Наруто, бухаясь на землю и на колени. Что? Я Наруто, из будущего. Глаза женщины неверяще распахиваются. Мы очень хотим тебя спасти, но джинчурики не выживают после извлечения Биджу. Это было бы возможно не использовать и сейчас цепи чакры. Понятно, из глаз женщины потекли слезы. Прости, Кушана, я плохой муж, Минато тоже был в слезах. Нет, что вы, я счастлива. А увидела, каким вырастет мой сын, он счастлив и сильный шиноби. Я буду узнать, что и муж тоже будет жить. Мама, Наруто тоже плакал, это было прощание и последнее наставление. Кушана. Двое блондинов с двух сторон обняли умирающую женщину. Кушана еще раз окинула обеспокоенные лица Минато и взрослого Наруто. Сын у нее красавец, наверное, отбоя от девчонок нет. И они так похожи, как она раньше не поняла очевидного. Кушана улыбнулась в последний раз. Наруто всхлипнул в последний раз. Его клоны, разыгрывающие спектакль ста метрами дальше, осели на землю. Третий и его отряд Тамбу видели представление взбесившийся лис, проткнул когти Махакаги и его жену. Они только успели спасти своего сына и запечатали в нем демона. «Нам пора», глухо сказал Узумаки, вызывая большой свиток, в котором были письма на печати. Через пять минут с глухим хлопком исчезли двое блондинов. Когда Сарутаби подошел к месту действия, там был только маленький Наруто, тихо сопящий на алтаре. Тело четвертого и его жены догорали маленьким костерком. Йо, Сенсей. Первое, что услышал Минато, когда дымка печати перемещений развеялась. Перед ним стоял повзрослевший какаши, радостно улыбался. Рядом с ним стоял, тоже улыбаясь, бледный парень, жгучий черноволосый. Наруто рухнул на землю, быстро и поверхностно задышал. «Наруто!» Все трое ломанулись к блондину. «В порядке я, просто устал», ответил он с улыбкой, тяжело садясь. «У меня вопрос, как вы собираетесь меня представлять?» Четвертого Хакаги наверняка кто-нибудь видел в лицо, склонил голову на бок Минато. «Сейчас не время думать о грустном». «Ну, протянул какаши, если чуть изменить внешность, то можно просто сказать, что ты его дальний родственник». «А пока, да бабулицу Нади, тебе придется идти в маске», дополнил Наруто, кидая вышеозначенный предмет отцу. Сам Мизумаки одел привычный черно-оранжевый костюм, который ему протянул тот бледный тип. Намикадзе тоже переодели, точнее просто раздели. Сняли жилет и плащ, завязали волосы в хвосте, и все дружной толпой поскакали по крышам в сторону резиденции Хакаги. Цунадзе нисколько не изменилось. Как Минато ее помнил, такой она и осталась, хотя может разве что голос выработался, громче стал. Наруто! Прокричала взбешенная женщина. Бабуля, не бей меня, блондин покорно вскинул руки вверх, однако от тяжелого удара кулаком в лоб поворачивался. Идиот! Почему не предупредил? Почему я обо всем узнаю от Какаши? Все что было видно от лица Какаши приняло очень виноватый вид. Предатель протянул обиженный парень. Цунади и присутствующие здесь две неизвестные девушки хихикнули. Итак, Минато, запоминай. Меня, надеюсь, помнишь? Намикадзе кивнул, отлично. Это Шизуне, ты должен ее помнить, она племянница Дана. Это Харуна Сакура третий медик в деревне после меня и Шизуни. Девушки приветственно улыбнулись. Это Сай, бывший подчиненный Данзо. И еще выходи давай, капитан Ямато, с потолка прыгнул еще один мужчина, высокий шатен. Все здесь присутствующие в курсе про тебя, что четвертый не умер в тот день. Остальным мы скажем, что ты родственник Наруто, слишком уж вы похожи. Хорошо, кивнул Минато. Так, теперь имей легенда. Тору Намикадзе, восемнадцать лет, жил в стране волн, то что он есть родственники не знал, пока не пришлось переехать в Канаху, остальное выдумывал и сам, чайгой ниже ехидно улыбаясь, сказал Ацунади, ах да, и живешь ты с Наруто. У меня же места нет, Узумаки чуть не упал. Но ты же загорелся идеей спасти своего отца, пожала плечами Хакаги. А почему нельзя переехать в наш скушенный дом? Видишь ли, Минато, деревня несколько раз разрушалась, и далеко не все здания были восстановлены в последний раз. Потому что Канаху разрушили почистую, остался только забор. Кто сотворил такое зверство? Организации Акадски. От нее остался только один человек, его ищут абсолютно все шиноби, всех стран. То он есть нельзя уничтожили всех этих Акадски. Не хочу хвастаться, но грубо говоря почти всех из них убила Канаха, хотя Цунади не хотела хвастаться, но все равно в голосе сквозила гордость. А сколько их было? Десять. Неплохо. Обижаете, они были нукининами с класса, протянул какаши. Прости-прости, извинился на Микадзе. Брысь отсюда, Цунади надоело такое большое скопление народу в ее кабинете. Пойдем, произнес Наруто, привычно закидывая руки за голову. Минато-тар ушел уже без маски, и жители деревни оглядывались на двух весьма и весьма похожих друг на друга шиноби. Наруто. Окликнул Нидина. Что, Саски? Тот обернулся. Ты знаешь, где кукаши? Мне надо провести тренировку, ответил высокий, довольно худой, но красивый парень, с черными волосами и глазами. Может, он и вернулся в канаху ради друга, но отношения к нему менять не собирался. А может, стеснялся или стыдился, естественно, не делая даже намека на такой расклад. Был бабулец у Ниди, но куда ушел я не знаю, поищу памятника, ответил Наруто. А ты кто? Грозно перевел Учиха взгляд на сопровождающего Узумаки парня. Затем глаза расширились, Учиха обернулся к скале Хакаги и обратно. Торуна Микадзе сделал давление на имя Минато, давая понять, что если узнал, то распространяться не надо, и уж тем более не стоит орать о воскресших мертвецах. Учиха Саски хмыкнул парень, про себя прикидывая, что Наруто не отвертется от разговора. Ну, мы пошли, помахал ручкой Узумаки и побыстрее свалил от друга. Это же твой друг, зачем так поспешно сбежал? Весело поинтересовался Минато. У нас есть дела, Наруто перевел на отца серьезный взгляд, пойдем. Два блондина направились куда-то в лес. «Скажи, у вас кушаной было какое-нибудь памятное место?» Вдруг спросил Наруто. «Да, но оно отсюда далеко, а что?» «Ничего, тогда выберу памятное для себя место», загадочно ответил Узумаки, направляясь дальше в лес, к холму. На том холме было дерево из техники канан когда-то. Здесь, на этом самом месте, два ученика одного учителя смогли понять друг друга и избавиться от ненависти. Наруто достал какой-то свиток, сложил печати и появилось тело Кушаны. «Ты...» пораженно выдохнул Минато. «Я решил взять на себя смелость похоронить ее здесь и сейчас», отозвался Наруто. «Скажи, отжирали здесь?» спросил Минато, когда Кушану они уже похоронили и стояли в тишине. «Ироссанин?» Парень повернулся и вскинул брови, затем лицо помрачнело, он тоже умер. Почти три года назад его убил его же ученик Нагата. «Тот, у которого был Ринниган?» спросил удивленно Микадзе, Джирайя Синси считал, что он был ребенком из пророчества. «У Джирайя было три варианта. Ты, я и Нагата, кто на самом деле дитя пророчества так и не решилось, хотя кроме меня все остальные считались погибшими», сказал Наруто. «Знаешь, а ведь на этом месте и умер Нагата. Поэтому ты решил Кушану здесь похоронить?» «Не совсем». Нагата был тем, кто разрушил Канаху в последний раз, он был подставным лидером Акацки, а у них была тогда главная цель ловить джинчурики и залекать биджу. Он пришел за мной, а я его победил, но не убил. Он отдал свою жизнь взамен тех, что забрал сам во время нападения. «А ты действительно сильный, Наруто». Минато был приятно впечатлен, что его сын смог победить обладателя Риннигана. «Возможно». «Не представляю, каким слабаком я был, если бы не поддержка друзей», Блондин перевел затуманенный воспоминаниями взор в небо. «Теперь думаю можно рассказать, что у вас происходило, надо знать, с чем мне предстоит сражаться», устало улыбнулся Минато. «Хорошо», кивнул Блондин. Оба Блондина отправились в квартиру Наруто. Там на маленькой кухоньке Узумаки сделал чай, сел напротив отца и принялся за рассказ. Он очень старался не упустить хоть что-то. Минато слушал и старался все запомнить основные события, друзей Канохи и историю сына. Обоим было довольно тяжело, но пришел Какаши, как всегда через окно. Синси протянул белобросик. «Какаши, ты знаешь, что такое дверь?» раздраженно спросил Наруто. «Нет, что ты, не знаю», ехидно улыбнулся мужчина в ответ, сел на табурет и достал изрядно потрепанную книжку. «Вот». «Видишь, Минато, каким стал твой ученик?» Скорбно протянул изумаки, делая жалостливые глаза и тыкая пальцем в своего друга и учителя. Намикадзе только засмеялся. «Ну так вот», продолжил повествование Наруто с замечаниями от Какаши. Говорили они до глубокой ночи, и только потом Наруто вспомнил, что спать-то отсюда до сих пор негде. «Ладно, ты на кровати спишь, а я на полу», решил младший блондин и принялся рыться в шкафу в поиске Футона. Утром два блондина потащились к Хакаге, надо было взять миссию, потому что у Наруто осталось слишком мало денег, а еще надо прикупить одежды и других необходимых вещей для Минато, точнее для Тору, надо привыкать. Миссия легкая, найти какие-то травки для медиков, но за нее хорошо платят. Стоимости хватит им обоим за глаза. Здесь все изменилось, пораженных мы к Минато, идя вместе с Наруто по дороге к горам, где обреталось довольно редкое растение, которое и надо было собрать. Да, времени-то прошло немало. Верно. Весь день они шли. Намекадзе радовался, что город и находится в стране огня, а не где-нибудь на дальней границе страны молний. Может остановимся? Предложил Тору, когда они зашли в деревеньку. Можно, где-то тут была гостиница, кивнул Наруто, завертев головой в поисках нужного здания. А вот и гостиница, и как нам везет, рядом лапшичная, хотя я уверен, что им далеко до рамена и чирыку. Ха-ха, откуда ты знаешь? Засмеялся Намекадзе. Пробовал уже, ответил Наруто, улыбнувшись. Так любишь рамен? Столик и тоски спросил Тору. Конечно, не зря же мое имя Наруто, ответил блондин. Ты прав, улыбнулся второй блондин. В гостинице они сняли один номер, справедливо разрешив, что зачем тратить и так не слишком обширный бюджет, деньги им еще потребуются. Уже был вечер, и двое блондинов отправились в ту самую лапшичную. Вкусно, но и чирыку действительно вкусней, улыбнулся Тору, съев свою порцию. Я же говорил, тоже улыбнулся Наруто, прикончив свою. Двое блондинов оплатили счет, поднялись, поблагодарили повара за вкусный рамен, и медленно направились в сторону гостиницы. Спать сейчас не хотелось, настроение у обоих было какое-то подвешенное, хотелось поговорить, только непонятно о чем. Но молчание было уютное. Наруто хотел поговорить о матери, спросить, какой она стала, после его ухода. Там в прошлом, он не слишком много с ней общался, хотя очень сильно хотелось. Но не решался, это для Наруто прошло уже много лет, и он смирился с потерей, а вот для Минато все случилось практически вчера. Минато тоже не знал с чего начать разговор. Про подвиги сына он уже слышал, но хотелось узнать, что он чувствовал. Когда узнал, что Джин Чирики, когда встретился с Мечником Тумана за Бузой, когда сдавал экзамены на Чунина, когда учился у Джирайи, когда гонялся за Акадский и помогал своим друзьям, когда Пин пришел за ним, а он спас всю деревню, когда... А сын не хотелось знать все. Но тогда точно будут задеты больные темы, и разговор прекратится, и о молчании перестанет быть уютным, приятным. Разговоры они так и не решились начать, молча дошли до гостиницы, вошли в номер, по очереди помылись и улеглись спать. Спокойной ночи, отец. Спокойной ночи, сын. Оба всегда мечтали сказать эти слова. Наруто уснул с мечтательной улыбкой на губах. Саски выполнял довольно нудную миссию сбора информации. Но он этому и радовался, можно спокойно подумать, никаких Сакуринва и прочих фанаток. Начинаем самоанализ. Саски совершил свою месть. Аитачи оказался хорошим, он только действовал по приказу, даже попросил старейшин не разубеждать маленького Учиху, что его умерший клан был великим. Даже сейчас Саски, вспоминая это, тяжело вздыхал и в груди кололо от понимания ошибки. Началась и закончилась война. Он, Саски, едва не оказался в лапах сумасшедшего, даже хуже Рачимару, ученого. Вот еще одна ошибка, опять повелся на подначку Мадара в маске. Поверил, как в детстве брату, в слова, что клан Учиха был самым лучшим, что они такие хорошие и обиделись на то, что Синджу и прочие с их волей огня их не понимают и не дают встать у руля правления деревней. Единственный Учиха только сейчас задумался, вспоминая детство, чем не нравилась клану работа в полиции Канохи. Престижная работа, Амадара представил это в свете изоляции от правлений. Поиграл он с тобой, Саски, призная уже это. А после войны отступник Листа полгода бродил, пока однажды совсем не затасковал. Раньше был отцей убить предателя Итачи, был лучший друг, который отчаянно старался его вернуть. А сейчас Наруто махнул на него рукой и совершенно не ищет. Брата он сам убил. И что же делать? Больше некуда было пойти, и Саски вернулся в деревню. Там его ожидал сюрприз, в виде прощения и испытательного срока. Подозрительно. Саски не доверял никому, кроме своего учителя и друга. Да они единственные его и поддерживали. Фан-клуб так и остался, девушкам было абсолютно плевать на его внутреннее состояние, они любили его за внешний вид. Чтож, у Чихи тоже было на них плевать. Сейчас же доверие, шаткое, но появилось. Канаха чуть-чуть признала, песок и горы тоже приняли. Казик Аги всегда полностью поддерживал Наруто, и видимо только ради него и поверил Саски. Пускай он все выдержит, лишь бы его лучший друг его не оставлял. То, что он первый оставил своего друга, Саски как-то подзабыл. Итог самоанализа он полный придурок и неудачник. Вывод надо меняться, искать новую цель в жизни. На этой счастливой ноте Учиха мирно заснул, завернувшись в спальник. Какаши проснулся я, зевнув, с ленцосил на кровати. Привычный дом, собаки, спящий вокруг и однотонные чириканьи птиц за окном. Такая картина почти не изменялась уже многомного лет. Какаши отстранено думал про своего ученика и учителя. Отец и сын. Похожи до крайности. Хатаки никогда не рассказывал Наруто, что у того немало мелких привычек Минато. Не мог, Узумаки и не знал про своего отца, а когда узнал, то Какаши уже постеснялся говорить на эту тему. Теперь Минато с ними, хоть это и противоречит всем законам, но старейшины и Хакаги молчали, возможно понимали, что намекадзе им очень поможет. Тогда во время нападения Лиса на Канаху, Минато сражался с Мадарой в Маске на достойном уровне и здесь вместе с Наруто, Учихой Дагарой и возможно Бии они могут составить разрушительный по своей силе тандем. Себя он как-то забыл добавить, не считая достойным. Какаши собрался и, нацепив Маску лени и скуки, отправился к Цуннаде, может миссию какую даст. Далее. На границе с травой ей затаялась кучка преступников. Там был уже Саске, собирал информацию, и вот теперь команда Кукаши в усеченном ее составе должна устроить зачистку. Все не так уж плохо, Кукаши отправился вначале к Цуннаде, затем заскочил к Саю, напоследок заглянув в больницу, передал задание Исакури. У главных ворот, они встретились через пять часов. Полтора дня пути, и они должны встретить Саске, и уже вместе с ним начинать зачистку. Во время перехода Кукаши ловил себя на том, что с интересом наблюдает за своим Кахаем и ученицей. Что-то раньше он не замечал, как близко они стали общаться. Вообще ничего не замечал, он был загружен по уши, когда помогал Наруто, видимо здесь за это время все так изменилось. Сай тоже довольно странно себя вел, часто отстраненно размышлял о чем-то таком, что на щеках иногда проступал легкий румянец. Сам Какаши грустно вздыхал, он до сих пор любил Ирин, и не признался ей только лишь потому, что действительно считал себя недостойным. В нее был влюблен Абита, а он решил остаться в стороне, если она будет счастлива рядом с Учхой. Хатаке даже в голову не пришло, что позже так же поступила Наруто. Потом смерть Абиту и признание Ирин, оно согрело сердце, но ответить на чувства не мог, он дал умереть товарищу, другу. А потом совсем перестал думать о любви к кому бы то ни было вообще, после смерти Ирин. Это тоже была его ошибка. Корил он себя до сих пор, что отпустил ее на задание одну. А эти трое Тинза, Сакура и Сай, хорошо сдружились, а он опять остался в стороне. Может, стоит попробовать чуть-чуть изменить свое поведение. Он же тоже хочет сидеть рядом с ними и смеяться над чьей-нибудь шуткой. Минато проснулся первым, осторожно выбрался из кровати, заглянул в ванную и вышел из номера поинтересоваться есть ли здесь столовая. Наруто проснулся от тихого щелчка замка в двери. Видно отец вышел куда-то. Блондин сладко потянулся и сел на кровати, взглянул в окно, где на ветке растущего рядом со зданием дерева сидела птичка и с интересом склонив головку на бок, рассматривала, что происходит в комнате. Наруто с таким же интересом смотрел на птичку. Открылась дверь, вернулся Минато. А проснулся уже с добрым утром, улыбнулся старший блондин. Да, и тебе доброго утра, также улыбнулся в ответ Наруто, поднимаясь окончательно с постели, еще раз потянувшись, направился умыться в ванную. Утро было солнечным и теплым. Двое блондинов наскоро поели, оплатили номер и ушли дальше. Знаешь, М, а я всегда мечтал стать твоим учеником, но ввиду твоей смерти, хотел стать хотя бы просто на тебя похожим. Наруто пока это говорил, отстраненно наблюдал за небом. Минато тихо хмыльнулся. Но сейчас же это возможно, заметил он. Конечно, я могу обучить тебя Расин Сурикину, ты вроде говорил, что у тебя стихия ветра, то, что надо, улыбнулся Наруто. Ха-ха-ха. Минато понял, что его провели. Действительно, что рассказывал Наруто про свои битвы, он действительно превзошел его по силе, как и заявил тогда Вычарику. Кстати, мы так и не провели бой, вдруг вспомнилась Наруто. И правда, протянул Минато, а потом предвкушающе усмехнулся, как насчет провести бой после возвращения в деревню. Я всегда за, улыбнулся Узумуки. Саски ленился. Чернильная птичка Сай уже передала сообщение из Канухи, что он, Сай, Сакура, Яматы и Кукаши должны убить тех, за кем Саски так старательно следил. Где-то часов через двадцать придет команда Кукаши, а сейчас, пока не поздно, надо подумать над своим поведением. Как вести себя с друзьями? Практика показала, что прятать чувство не вариант, за его скрытность от него отвернулись уже практически все, кроме Кукаши и Наруто. А еще Саски мечтал сдружиться с Минато на Микадзе, четвертым Хакаги, который что-то забыл здесь. И это точно не Датинси, это что-то другое. У Чихи же никто не удосужился описать ситуацию, и с Наруто он не успел поговорить. Саски дали миссию, а сам Наруто носится с Тору на Микадзе, новым родственником, как курица с яйцом. И почему Чиха так ревнует? Этот блондин всегда имел кучу друзей, обижаться на еще одного друга, пусть это и его родной отец глупо и недостойно благородного главу клану У Чиха. Глубоко в душе, Саски понимал причину этой ревности. Наруто всегда считал именно его, Саски, лучшим другом, и сам У Чиха до дрожи в коленках боялся, что блондин забудет про своего лучшего друга. У Чиха и не заметил, как его разморило на солнышке, так и проспал до прихода команда Кукаши. Йо, поздоровался У Чиха с пришедшими товарищами и слегка улыбнулся. Все удивились теплому приему, они-то думали, что У Чиха уже тут со скуки пухнет, и когда придет помощь, наорет, откажется, обидется и пойдет громить банду в одиночку. Саски неуверенно позвала Сакура, отвлекаясь от спора с Ямато, заметив улыбающегося У Чиху. Да что вы на меня все смотрите? Сглотнул и сделал шаг назад тот. Нет, ничего, протянул Какаши отвернулся. Сай же просто с интересом смотрел, этого черноволосого волновали только проявления любых чувств. Ему так понравилось хобби, позная эмоции других людей, что пристально следил за всеми своими знакомыми. Сакура и Ямато продолжили свое жаркое обсуждение явно чагота важного и невероятно захватывающего. Саски облегченно перевел дыхание. Показывать эмоции, не скрываться за маской равнодушия и спокойствия оказалось довольно легко, хоть и непривычно. Какаши почесал затылок и присел рядом с Учхой. Как у тебя дело? Спросил сереброволосый. Миссия, я не про задание, перебил его Какаши, а про тебя самого. Как твои собственные дела? Хатаки особо выделил эти слова. Саски удивленно посмотрел на учителя. Нормально, осторожно ответил Учха. А мне вот, знаешь, надоело изображать бесчувственного и скучного ниндзя, Какаши перевел задумчивый взгляд в небо. Саски снова вздрогнул. Скучным вы точно не были, осторожно ответил он. Был, я редко веселился и почти не шутил. Сейчас мне захотелось что-то изменить, надоело жить в маске. А эту тоже снимите. Спросил Учха, показав на маску, закрывающую добрую половину лица Хатаке. Возможно, слегка улыбнулся он в ответ. Я тоже решил не прятать чувства, склонив голову, сообщил Саски, раньше у меня была цель убить брата, мне приходилось учиться хладнокровию, и я так хорошо этому научился, что забыл обо всем хорошем. Действительно стал хладнокровным, до реальных убийств меня удерживал Наруто, пока я был в деревне. После ухода, правда, тоже. Каждый раз, когда я с кем-то бился, и была возможность убить противника, у меня всегда перед глазами появлялась картина Наруто с укором, но пониманием смотрят на меня. Убивать после этого становилось невозможным. Учиха выдал тираду, с лихорадочно блестящими глазами, чуть подрагивающими пальцами, никогда он никому не открывался. Ты молодец, Саски, какаши мягко улыбнулся, и потрепал ученика по волосам, успокаивая. Обоим стало легче после этого разговора, и они вместе присоединились к трем сидящим неподалеку Шинобе, опять о чем-то споривших. Команда Кукаши быстро перекусила. Пора было начинать миссию, полчаса разбора стратегии всех отступных путей, и прочих заморочек, они, наконец, выдвинулись. Звон металла, крики помощи, двадцать минут и никаких преступников. Саски только с досадой вздыхал, что такое короткое удовольствие от драки не стоило потраченных дней слежки. Пятеро Шинобе вернулись в Канаху. Отец и сын, Наруто Минато, добрались, наконец, до гор. Пять дней облазали их сверху до низу, в поисках этих трав. Наруто постоянно спотыкался, падал, чертыхался, и весь извозюкался. Его отец только потешался, ему было очень смешно понимать, что сыну досталась феноменальная неуклюжесть Кушины. Сколько раз Минато ловил свою вечную соперницу то за руки, то за талию, то за одежду. А кровавая хабанера только и делала, что постоянно пыталась упасть. Конечно, не специально. И вот Наруто, вышедший в еще довольно прилично выглядевшем костюме, сейчас был похож на совсем побитого жизнью бродяжку. Правда, парень сильно расстраивался, и с каждым падением причитал, что костюм скоро придется менять, а он не хочет этого делать, потому что это дорогой сердцу подарок. И кто тебе его подарил? Критично осматривая интенсивно-оранжевая великолепие, правда, сейчас оно было грязно-рыжим. Иросанин, печально вздохнув, ответил Узумаке, грустно ковыряя пальцем новую дырочку на куртке. Джироя Сенсей. Удивился Минато, и задумался, а не сошел ли тот с ума на старости лет. Хотя это еще на Микадзе не видел предыдущего костюма Наруто, взамен которого и был куплен этот подарок. Угу, когда мы путешествовали, удрученно кивнул гиперактивный блондинчик. Он очень жалел, что его Сенсей умер, что Наруто так мало провел с ним времени, и никогда не говорил, как он его любит. У Узумаке даже фотографий не осталось, только вот этот самый костюм. Так что он старался его беречь, и после каждой битвы с потрясающим воображением упорством зашивал все дыры. И наверное, как бы не хотелось вечно носить этот подарок, видно придется убрать его в шкаф, и купить себе стандартную форму. Минато заметил, что сын погрузился в какие-то невеселые думы, но не посмел отвлекать. Он и сам с грустью думал о своем учителе. Может же Райей казался ненадежным человеком, любящим подсматривать за женщинами в бане, и являвшимся завсегдатаем всех публичных домов нескольких стран, на деле же являлся верным преданным своей стране Шиноби. Одним из сильнейших Страна Огня в частности многое потеряли со смертью великого жабьего отшельника. Папа, осторожно! Крикнул Наруто, отвлекшись от своих дум, и заметив, что Минато шагает прямо на скалу, не замечая крутого поворота. Слишком поздно бывший четвертый Хакаги со всего размаху впечатался в стену. Видно не только Кушина с Наруто такие неловкие. Сам Наруто тихонько хихикнул, приятно узнать, что отец не просто сильный шиноби, но и вполне обычный человек со своими слабостями и недостатками. И кому как не узу макизать, что совершенства в этом мире не бывает. И получить подтверждение этому он был рад. Все же не хотелось обожать отца за какие-то эфемерные заслуги, написанные в послужных свитках. Почему-то, Наруто также задумался о своих возможных детях. Вдруг они так же как он не будут знать вне. Нет, такой он бы точно не хотел, и если у него будут дети, то он на весь мир прокричит, что они именно его. Чтобы все знали. Минато же смутился, надо же так задуматься. Выставил себя дураком в глазах сына, вон как идет, радостно улыбается. Интересно, чем вообще забита голова его сына? С виду кажется тем еще дурачком. А на самом деле, Наруто имеет железную и непоколебимую волю, и упертый характер никогда не сдающегося человека. Намикадзе еще не видел его в настоящем деле, в бой не на жизнь, а на смерть. Но рассказы самого Наруто о Кокаши дают вполне доступную картину, раскрывающую характер его сына во всех красках. Какой еще Шиноби может похвастаться спасением не единожды деревни, практически в одиночку, бьющегося до победного конца? Еще более удивительно было то, что большинство плохих Шиноби, отчаявшихся людей, совсем конченых преступников, наглых юнцов из великих кланов, становились друзьями Наруто Узумуки. Невероятный дар убеждать, наверное, унаследованный от обоих родителей, объединившихся вот в такой вот уникальный талант. Сын превзошел отца, хотя, и по мнению Минато, так и должно быть. Наконец двое блондинов нашли нужную им траву. Наруто тут же, с неизвестно откуда взявшимся, энтузиазмом принялся собирать ее. Минато же просто устало присел на поваленной рядом с полянка дерева. Даже великие люди могут себе позволить минуты слабости. Светловолосый парень создал себе в помощь с десяток теневых клонов, и они, кричая перерогиваясь между собой, обобрали всю полянку с растением под корень за каких-то десять минут. Четвертый Хакаги даже не успел нормально дух перевести, все-таки двадцать четыре и их часовой переход по горам это вам неувеселительная прогулка по Канохе. Команда Какаши возвращалась в Каноху. Сам Какаши и Саски вместе с ним радовали других членов отряда более открытым поведением. Знаете, а так вы гораздо интереснее, оба, задумчиво сказала Сакура на одном из привалов. Какаши селился не покраснеть, а Саски благодарно улыбнулся разоволосой девушке. С возвращения Учихи в Каноху они очень редко общались с Харуна. Бывший отступник не знал, что раньше такая слабая, неинтересная и приземленная девчонка стала мудрой, умной и довольно сильной женщиной. Что ее так заставило измениться, Саски не знал, зато знал, что такое она ему гораздо больше нравится, да и не раздражает так, как раньше. Учиха не жалел о том, что увернулся, и о том, что решил измениться. Кажется, он заново завоевал доверие своих старых друзей, сам, а не потому, что они друзья Наруто. Кокаши, казалось, что он снял с плеч многотонный груз, дышалось легче, хотелось беспричинно улыбаться. Он смотрел на свою команду и радовался, что у него такие замечательные ученики выросли. На душе было очень легко, и Кокаши живо принимался за разговоры с парой Ямата и Сакуры, размышления Сая. Так что возвращение в таком настроении прошло весело и непринужденно. Хотя всем не хватало одного такого крайне активного блондина, чтобы команда была полной. Саски посвятили наконец в тайну, что тут забыл четвертый Хакаги и строго-но-строго запретили об этом распространяться. Да кому мне рассказывать-то, пожал носитель шаринга на плечами. И про себя в очередной раз решил поболтать с Наруто обстоятельно. В Конохе их ждало извести, что к ним направляется с дружеским визитом семья Песчаных. Было что-то еще, кроме чисто дружеского, то ли Тимарей замуж выдавать собрались, то ли конкурс в Ато-Цэшоу, то ли с Ангара. В общем, слухи витали, и никто, кроме Хакаги да Казикаги, не знал, в чем состоит суть посещения, но ждали с нетерпением и радостью гостей. Буквально за день до приезда гостей из страны ветра вернулись на сына смотрелся смесью уважения и опаски. Прочувствовал характер сынишки. Наруто за день, отдохнув все в той же деревеньке, что они останавливались по дороге до гор, тут же потащил отца обратно в родную деревню, сразу же пронесшись по торговому кварталу, скупив все нужное и для себя, и для отца. А услышав новость про посещение одним из самых любимейших друзей, Узумаки пришел в дичайший восторг и готов был свернуть горы. Минато еле успокоил сына, как как оттащив упирающегося и пышущего энергии блондина в дом, чуть ли не заперев его там под замок. Тело четвертого Хакаги жаждала, просто умоляла об отдыхе, и наконец были услышаны его мольбы. Минато сладко потягиваясь растянулся на кровати. Наруто, уже как-то привычно, растерев футан, последовал примеру отца, уже буквально через минуту сладко засыпая. Началось солнечное утро, впрочем, в Канухе почти всегда светит солнце. Многие жители уже давно проснулись, подавляющее большинство из них были либо торговцами, либо шиноби. И те, и те привыкли рано вставать. Нельзя так и вообще иногда не ложиться. Около резиденции Хакаги их сегодня было больше всего. Скоро приезд правителя другой деревни, и все должно быть идеально, хотя это Канаха, здесь всегда бардак. И главный его зачинщик мирно спал в своей комнатенке. Хорошо, хоть улицы разрисовывать уже давно-давно перестал, примерно так подумал о Цунаде. А Минато, хоть и знал, но не видел всего своими глазами, вот и не придавал значения. Сам бывший Хакаги проснулся уже несколько часов назад. Распаковал все купленные вещи, что-то уже одел, что-то повесил в шкаф. Минато жутко жалел, что от его дома ничего не осталось, даже фотографий. Наруто на это, кажется, не обращал внимания. Или же просто-напросто запер все негативные чувства в себе. Отец успел разглядеть в нем это качество, довольно хорошее, но очень трудное для обладателя. Эмоции, какие бы они не были плохими, надо уметь их выплескивать. Минато как-то заукнулся об этом, на что сын только рукой махнул, и сказал, что все в порядке, улыбаясь от уха до уха. Невероятный у него все же сын. Он не что он станет таким. Но был рад тому, что вообще увидел Наруто. Еще Минато было интересно, кто же этот Казикаги, что сынишка так отреагировал. Мужчина слышал пару фраз, кажется, они одногадки. Интересно, если они давно дружили, то, как Наруто отреагировал на повышение этого Гары, который, считай, исполнил его заветную мечту. Почему-то Минато казалось, что тот через силу улыбнулся и поздравил нового Казикаги. Это же его сын, он по-другому не может. О, вот и проснулась эта светловолосая чудо. Сидит, а Соловейла глазками хлопает. Минато улыбался, смотря на сына, такой смешной с просонья. Доброе утро, пап, хриплым голосом поздоровался Наруто, тоже улыбнувшись. Уже полдень скоро, а у тебя все утро, слегка пожурился на мужчина. Наруто только улыбнулся. Поднялся, взглянул на себя в зеркало, запустил пятерню волосы и сделал вид, что они уже расчесаны. Так не пойдет, возьми расческу и расчешись, лохудра еще шире улыбнулся. Минато, парень на это только что-то проворчал и направил свои стопы в ванную. Узумуки все же привел себя в порядок и из ванной вышел, ну просто красавчик. Намекадз рылся в шкафах с едой. Да тут сплошной рамен. Наруто пожал плечами и несколько виноват и улыбнулся, нормальная еда быстро портится. Да уж. Кушина бы тебя точно отругала за это, сказал Минато, стараясь убрать из голоса печаль. Он не собирался жить прошлым, он любит свою жену, безусловно. Но она умерла, и надрывать сердце себе из-за этого было бы верхом глупости. Наруто считал так же, поэтому он изобразил на лице ужас и покинул дом через окно. И это он что-то про Кукаши говорил. Минато снова улыбнулся и продолжил искать что-нибудь съестное, кроме лапши. Наруто вернулся через 10 минут. В руках у него было несколько пакетов до нельзи забитых нормальной едой. Двое блондинов принялись готовить. Наруто конечно умел это делать, только ему всегда было лень. Прощав скипятить чайник, да заварить себе лапшу. Да и не для кого стараться, Узумаки не сильно это любят, он же все делает для других, даже еду. На Микадзе оставалось только удивляться, кто учился наготовить. Получалось очень вкусно, что Минато не удержался от того, чтобы утащить особо аппетитный кусочек. Наруто же только улыбался и подталкивал к отцу тарелки с уже готовой едой. Сам же парень тоже таскал пищу, а какой повар ее не пробует на вкус. Вот и получилось, что когда пришло время садиться за стол, и Минато и Наруто были уже практически сыты, но набросились на завтрак с неподдельным энтузиазмом. Смолотив все, что было съестного на столе, отец и сын отправились в сторону штаба Хакаги. Пройдя по улочкам, поздоровавшись со всеми знакомыми, Наруто гордо поднив голову, вошел в здание. Минато же, тихо смеясь, шел чуть позади. К своему учителю присоединился к Укаши, не отрываясь от книжки, поприветствовал его. На Микадзе заглянул через плечо, прочитал пару строчек и громко, крайне неприлично, заржал на полу улицы. Люди оглянулись, дико посмотрели на смеющегося мужчину и отворачивались. Так Наруто был прав, что ты постоянно книжки эротического содержания читаешь. Еле успокоившись, спросил Минато. Угу, кивнул головой Кокаши, все же не отрываясь от прочтения очень важного кусочка главы. На смех из окна второго этажа высунулся Узунки, заинтересованный, что это там происходит. Заметил Кокаши и Минато и все понял, тоже еле сдержавшись из смеха. Отец ему подмигнул и быстро проскользнул в открытые двери здания. Они, уже вместе, поднялись на третий этаж. Там в коридоре маялись от безделия Чунин и Джанины. Среди них были и Шикомару, и Чоуджи, и Инна, и Сакура, даже Саски, Ли, и Иннаджи. В общем, все друзья Наруто, чему тот был несказанно рад. Блондин подбежал к ним, бурно здороваясь с каждым. Едва не упал, когда Саски сам протянул руку для пожатия, так еще и улыбнулся, скромно так. Узумаки не растерялся, а схватил его руку и долго-долго тряс, Учхо уже подумал сделать ему что-нибудь плохое, но останавливался. Ему же самому смеяться хочется, поэтому он тоже затряс руку Наруто, вот так и соревновались, кто первый отдерет верхнюю конечность другому. Из кабинета вышла Шизуни и поманила всех собравшихся. Толпа жутко скучающих Шиноби валилась в помещение. К столу пятый пробрался Наруто, едва ли не расцеловал бедную, ничего не понимающую женщину. «Что это с тобой?» спросила она удивленно, смотря на то, как ее обнимают Узумуки. «Ничего, я просто так», Наруто улыбнулся и отошел обратно в строй, если эту толпу можно так назвать. «Итак, я собрала вас здесь, чтобы распределить обязанности по уборке территории, начало пятой Хакаги, настраиваясь на официальный лад. Шикомару, Инна, Чоу Джонова с архив, чтобы пылинки там не было, и все, чтоб аккуратно стояло. Следующая группа, учителя Академии, на вас ее уборка, чтоб все сверкало. «Бабули, зачем так надрываться?» «Будто гарно все это будет смотреть!» воскликнул Наруто. «Узумуки, Намикадзе, Учхо, Саихатаки, с вас уборка улочек, покраска заборов, ну вот вам свиток с заданиями», мило улыбнулась Цунади и протянула свиток Минато. «Все остальные из названной пятерки стояли с открытыми ртами». «За что?» «Тихо, с надрывом», спросил Саски. Сай на любой самый жуткий приказ отреагировал привычно на стену на лицо свою фальшивую улыбочку. Какаше захотелось оба глаза спрятать под повязкой. «Узумаки, это все из-за тебя», прошипел, никак не могущий поверить в такое задание Учхо. «Не, вот видишь, у нее и список был». «Чем проштрафились, признавайся», зашептала Наруто, подойдя поближе к другу. «Да мы идеальную миссию сделали», так же тихо ответил Саски. «Может она нам просто за что-то мстит», предположил Сай, незаметно приблизившийся к двум друзьям. Все усердно закивали. Наруто даже париться особо не стал, насмешила бабулицу и наде, будто не знают, что вместо него работу будут делать клоны. «Стоп!» «Да она на это же рассчитывает!» «Канаха же не маленькая, а кто еще, кроме Узумаки, способен с тысячей клонов создать?» «Сакура, Ямато, вам подготовить дом для наших дорогих гостей», закончила распределение обязанностей Цунади. «Так нечестно!» Им самое легкое, тут же взорвался Наруто, подскакивая к столу женщины и ударяя по нему обеими ладонями. Цунади снова мило улыбнулась, «Хочешь, чтобы я тебе и полигоны всучила?» «Нет, спасибо, Хакагисама, разрешите отклоняться», тут же изобразил послушного солдатика блондин, действительно поклонился, и топориком выскочил из окна. Остальные потянулись за гиперактивным блондином, мысленно готовя ему казнь, пусть он даже ни при чем, у каждого найдется такой случай, из-за которого хочется свернуть Наруто шею. Цунади же едва закрылась за шинобе дверь, тут же рассмеялась. Давно она не видела таких лиц у своих подчиненных. А выражение лиц Минато вообще не поддается описанию, зато хоть живым выглядит, а то после путешествий с сыном сам на себе перестал быть похожим. Пятое, кстати, тоже была не в курсе, зачем приезжает Казикаги с братом и сестрой, и еще кучей всяких разных шинобе в догонку. Интересно, зачем все-таки Гаро развел такую секретность, сюрпризы он не любит, не Наруто же. Все это очень странно, и так загадочно, что самой Хакаги не терпелось увидеть гостей. Наруто понуро плелся впереди всех, он думал, как же он бедняжка угробит сегодня свою чакру. И не на тренировку, хоть с тем же Саски, а на простую уборку улиц. Казнить Хакаги за такие субботники надо. Сам же блондин еще подумал, будь он Хакаги не заставил бы гордых шинобе делать такое. Саски тоже проклинал все на свете, но и не забывал заинтересованно поглядывать на Тору на Микадзе, тот выглядел так, будто каждый день и заборы красит и улочки подметает. Учихо очень интересовал четвертый Хакаги, ни у одного Наруто он был в кумирах. Какаши отгородился от мира книгой, и решил утопить в ней свою досаду и печаль. Асай пытался разговорить на Микадзе, приставая с какими-то совсем не суразными вопросами, хорошо хоть про размеры ничего не говорил. А то от бедного бывшего подчиненного Дэнзе не осталось бы и мокрого места. Минато развернул свиток и вчитался. Так, отмыть скалу стояло первым же пунктом. Что? Хором переспросили вся остальная группа. Наруто это твоя работа, тут же отмахался от этой нудити на Саски. Почему сразу я? Я и так больше своего ее намывал, попытался отбрыкаться у Зумки, так что теперь ваша очередь. Ну, Наруто-кун, протянул какаши, приторно улыбаясь, у тебя же есть теневые клоны, тебе же это ничего не стоит. Я рассчитываю на тебя, ты же мой самый любимый ученик. Нейт. Раздался над конах и дикий полный отчаяния и крик. Жители вздрогнули и помолились богам, чтобы у Зумки не натворил еще что-нибудь, им хватило десять лет просыпаться и с ужасом выходить на улицу, боясь, что не узнаешь дом родной. Но герой деревни и не собирался заниматься такой ерундой. Он обреченно смотрел на умоляющие лица трех шиноби, четвертый уже смотрел просто с интересом. «Черт с вами, с вас месяц бедов», вздохнул Наруто, множественное теневое клонирование. Сразу на всю улочку растянулись сплошные клоны Узумаки, они, также обреченно смотря как оригинал, потащились в сторону скала Хакаги. Сам Наруто хмуро смотрел на Минато, ожидая следующего пункта. «Поукрасить заборы», прочитал на Микадзе. Наруто мерзко ухмыльнулся, схватил Саски и Сай за руки. «Мы это сделаем», все так же улыбаясь, сказал блондин, «что дальше?» «Подмести улицы». «Это вот пусть Какаши делает, он тоже теневых клонов умеет создавать, но я тоже помогу». Хатаки печально посмотрел на своего ученика и кивнул. «Улочки так улочки». «Убрать листву в парках», прочитал следующий пункт Минато, «Это на мне». «Все?» «Давайте хотя бы это сделаем». «Да без проблем», Наруто создал еще с десятка два клонов, «Какаши» где-то 15, и отправились они строевым шагом за инвентарем. Оригинал снова вцепился в руки Саски и Сая, уже утаскивая их в строительный магазин за краской. Намикадзе свернул свиток и, создав парочку клонов, отправился в четыре парка Канохи. Наруто, насвистывая, тащил несколько больших банок с краской. За ним ушли парочка клонов, Сая и Саски. Последние двое были не слишком-то довольны. Еще бы, их, сильных шиноби, и заставляют заборы красить. Сая вообще только убивать умеет, ну почти. Буквально только-только жить начал, и вот, столкнулся с первой житейской проблемой. Интересно, а есть ли книжка, где учат украсить заборы? Хотя зачем она, когда под боком есть дипломированный специалист Наруто? Трое шиноби из команды Какаши тащились в сторону главных ворот. Парни рассчитали, что лучше начать с них и пробираться вглубь, и закончить мелкой пакостью, какой еще не придумали, но явно что-то нехорошее с резиденцией Хакаги. Вечных стражников на воротах не было видно. Вместо них посадили аж шестерых генинов. И все неотчаянно зевали. Из чего Саски, Наруто и Сай сделали вывод, что изуму скотицу запрягли в привидении в порядок Канохи. Вот, а если подумать, то те, кто сейчас на миссиях, вообще деревню родную не узнают или подумают, что ошиблись воротами. Наруто, представив себе эту картинку, захихикал. Двое брюнетов удивленно посмотрели на своего белобрысого товарища. Что смотрите? Весело откликнулся на подозрительные взгляды Наруто. Начинаем красить. Что с тобой? Притворно забеспокоился Саски, трогая лоб лучшего друга ладонью. Температуры нет? Также притворно заботливо спросил Сай. Да идите вы, заборы красить, отмахнулся от руки друг изумуки. Брюнеты засмеялись и разбрелись по улочкам. Эта компашка исключительно благодаря рекламу Наруто быстро красила любые попадающиеся заборы. Получалось довольно неплохо. и главное что быстро Цунади точно будет довольна. Толпа оклонов Наруто отправившаяся на скалу Хакаги тоже справлялась нормально, только все абсолютно оклонны ворчали. И отмыв памятник, все разом с ворчаниями исчезли. Оригинал ухнул и присел на ближайшую горизонтальную поверхность, на какую-то оградку возле дороги. Слабость не такая уж и сильная, но плюс к собственной усталости Наруто получилась весьма ощутима. К концу дня все заборы Канохи были выкрашены, а их было немало. Команда Какаши была этим очень горда, и смело ушли все по домам. Сам Какаши и парочка клонов Наруто закончили свою работу, подмели практически все улицы, и бедный копирующий Ниндзя просто валился с ног от усталости, ему теневые клоны в количестве аж 15 экземпляров давались с трудом, у него значительно меньше, чем у Наруто, чакры. Хатаки до сих пор приходил в ужас, что у его ученика намного больше, чем у учителя чакры, и в еще больше ужас, от того, что у Зумаки, и, кажется, чуть ли не каждый день ее увеличивает. Если сейчас провести тренировки наподобие той, когда Наруто создавал Расин-сюрикен, то блондин, наверное, продержался бы без передышки дня два, а то и все три. Сам Наруто зашел за своим отцом в один из парков, где тот уже тоже заканчивал уборку. Никогда Клинахай еще не знал такой частоты, видно Цунади этого и добивалась. Ну как? Спросил Наруто, подойдя к Минато. Парень все еще не мог привыкнуть к тому, что его отец с ним и не сильно его старше. У Наруто даже появилась мысль, каким образом он попал в прошлое до создания техники. Закончил, сказал Минато, выдохнув, улыбнулся и стер подслиться, все они сегодня устали работать в таком ударном темпе. Зато делегации и из песка можно спокойно и гордо показывать вселение. Пойдем домой, улыбнулся в ответ Наруто. Какое все же необычное чувство, знать, что дома может кто-то ждать, и рад возвращению самого непредсказуемого шинобелеста. Минато испытывал почти то же самое, с разницей в том, что его всегда ждали в доме, но другое дело, когда ты здесь уже чужой, но есть в этом мире родная душа. Саски вслух не признавался, но очень был доволен собой. У него все же получалось быть более открытым в общении. Он ощущает себя будто заново родившимся, ненависть отступила, и отошла на второй план, все же избавиться от нее совсем очень сложно. Зато появились теплые и светлые чувства, которые Саски гнал от себя с того времени, как Итачи убил клан. Даже с Саем вполне подружился, оказывается, парень довольно хорош, хотя тоже эмоции хромают на обе ноги. У Чихи иногда казалось, особенно за сегодня, что они стали ближе духовно, и возможно, смогут помочь друг другу. Саски брел домой, тихо улыбаясь Луне на темном небе. Он отпустил все плохие воспоминания Итачи, и теперь мог спокойно, со светлой грустью, думать о нем. Все же он был хорошим братом, даже на расстоянии умудрялся заботиться и присматривать. А Саски действительно был глупым, не понимал ничего, и не видел дальше своего носа. Еще Чиха завидовал Наруто, в который уже раз, только теперь зависть была белой. Брюнет завидовал, что Наруто смог спасти своего отца, и сейчас думал, будет ли это эгоистичным спасти своего брата. Также обдумывал, как бы это передать Наруто. Они до сих пор серьезно не разговаривали, пойти, что ли, к нему с утра, да поболтать по душам. Саски пришел в квартал Учиха, здесь все еще было пустынно и безлюдно. Иногда прикрыв глаза, парень видел видение прошлого, когда здесь кипела жизнь, и было очень много людей, суетящихся на улочках. И в который раз вспомнил про свою честь возродить клан, чтобы снова в этом квартале кипела жизнь. А для этого надо очень постараться, да и возраст уже как раз для женитьбы. Только подходящей девушки на виду еще нет, но еще не все потеряно. Сакура прибиралась в доме, куда поселят песчаников. Ямата она услала в магазин за продуктами, а сама перебралась с уборкой в спальне, выкладывала футаны новое постельное белье в шкафы. Справились они довольно быстро, поэтому вечер у них был свободный, и девушка с мужчиной отправились в кофешку. В последнее время они, правда, много времени проводили вместе. Во время поисков Наруто, в его полугодичное отсутствие, Тинза и Сакура постоянно были вместе и привыкли друг о друге заботиться, это уже вошло в привычку. Ямата тоже был в Анбу, хоть и не в корне, но эмоции у него проявлялись плохо, поэтому сейчас он ожил, оказавшись довольно веселым человеком. Сама Сакура посерьезнела, перестала все время лупить Наруто, да и на глазах у четвертого ей стало стыдно делать подобное. Хотя Минато только бы посмеялся, Кушина была с таким же взрывным характером, и частенько отвешивала подзатыльники своему тогда еще парню. Еще раз волосая Кунаичи радовалась за своих друзей, она видела, что они нашли занятие по себе, тоже повзрослели. Это очень радовало девушку. Особенно Саске, который стал заметно более открытым и эмоциональным, а после возвращения Наруто из прошлого, Сакура стала чаще общаться со своей бывшей любовью, только уже как с другом, всячески ему помогало адаптироваться в обществе заново. Учиха был ей за это благодарен, и у них сложились очень теплые отношения, и уж теперь-то Саске не говорил, что девушка его раздражает. Да и раньше, когда это говорил, просто скрывал свои чувства. Он ее не любил, но считал подругой, даже скорее младшей сестренкой, которую всегда надо защищать. Не видел он в ней девушки, в которую мог бы влюбиться. Он вообще предполагал, что за время его ухода из деревни, Сакура плюнет на него и влюбится в Наруто, и будут они счастливы. Поэтому, встретив друзей через три года, очень удивился, что их отношения ничуть не изменились, ни между ними, ни к Саске. Впрочем, Учиха прекрасно знал, что Наруто очень верен тем, кого считает своими. Может, пойдем, прогуляемся? Предложила Сакура, глядя в окно. Они с Яматы сидели в кафешке, уже выпив кофе с вкусными пирожными. Пойдем, улыбнулся мужчина, доставая кошелек и расплачиваясь по счету. Затем подал девушке руку, и они вместе вышли из здания. На улице уже начало темнеть, зажглись фонари, и деревня выглядела весьма очаровательно, просто идеальное время для прогулок парочек. Кто знает, может, действительно станут парой. Наруто, несмотря на усталость, вернувшись домой, отправился на кухню. Кушать-то хочется, поэтому пришлось готовить. Минато присоединился, и оба очень весело проводили вечерние часы. И так же весело было потом ужинать. Знаешь, пап, я рад, что смог спасти тебя, и сейчас ты здесь, чуть грустно, сказал Наруто, после вкусного ужина. Настроение гиперактивного блондина, как всегда, менялась с невозможной скоростью. Минато грустно усмехнулся, я тоже рад, Наруто. Бывший Хакаги действительно был рад, но часто приходили печальные мысли в голову. Самой главной была, конечно, умершая жена. Жить без Кушины было тяжело, но Минато старался поменьше об этом думать, иначе будет еще тяжелее. Четвертый, как и Наруто, скрывал весь негатив замазкой веселья и улыбки. М. Кстати, у нас еще остались задания. Вдруг спросил Наруто, меняя тему, и снова изменив свое настроение. Вроде все сделали, ответил Минато, разматывая свиток и пробегаясь глазами по тексту. Хорошо. Тогда, Наруто со счастливой улыбкой закинул руки за голову, может, завтра миссию возьмем. А как же твой друг Гара? Спросил на Микадзе, лукаво посмотрев на сына. Так мы легенькую, быстренькую, тут же заявил Наруто, заискивающий улыбаясь. Видно, его жажда деятельности не была убита сегодня, что странно, еще пару часов назад он выглядел как муха разваренная. Ха-ха, только если такую, ответил Минато, поднимаясь из-за стола и собирая грязную посуду. Я знал, что ты согласишься, улыбнулся во весь рот блондин. Спать пора, засмеялся Минато, потрепав сына по светлой шевелюре. Наруто разулыбался, и тут же вышел из-за стола, с огромной скоростью вымыв всю посуду, и разложив футан, улегся со счастливой улыбкой на губах. Наступило утро, и Наруто, чуть ли не с рассветом, слинял на миссию вместе с отцом от разошедшейся на почве уборки Цунади. На растерзании женщине Хакаги остались Саски, Кокаши, Сай, Сакура и другие Шинаби. Но эта четверка всегда на особым счету у Цунади, поэтому и доставалась им гораздо больше, чем остальным. А пятая, отвязавшаяся чересчур прилипчивого Узумаки утром, выдав ему какую-то миссию, теперь поняла, что сделал он это специально, будто чувствовал. Цунади гоняла подчиненных, и в хвост, и в гриву, все Шинаби, находящиеся в пределах деревни, были чем-то да заняты. Больше всех сейчас, наверное, не повезло анбушникам, которые не могли, как остальные, сбежать от Хакаги под предлогом одеться в парадную одежду. И сейчас телохранители выполняли нудную работу уборщиков, да убирая резиденцию, куда уж точно попадет Гара. Сама Цунади, едва ли не впервые, надела плащ и головной убор Каги. К трем часам все приготовления завершились, и Шинаби с показной торжественностью встали в две шеренги от ворот. В проеме самих огромных врат стояла, сложив руки на груди Цунади. Минато и Наруто появились с других ворот, что удивительно, в новой, чистой и красивой сидевшей одежде, аккуратно встали в строй, делая вид, что они здесь и были. Наруто красовался новым костюмом, не избежавшим оранжевого цвета, но его было значительно меньше, просто какие-то замысловатые узоры на черном фоне водолазки с длинными рукавами, жилет Чунина и накинутый сверху плащ Санина. Минато же был почти в той же одежде, что и всегда, только без жилета, потому что здесь он не является пока что ни Чунином, ни Джанином. На пояс был повязан обрезанный подлатанный плащ Хакаги, в этой тряпочке сложно было узнать вообще этот атрибут Каги, разве что цветом. Рядом с намекадзе Узумаки стояли с невозмутимым видом саски, в черной стандартной форме, жилете, и на плече повязанная эмблема полиции Канохи. Учхо решил, что раз ему возрождать клан, то и эту организацию надо поднимать, все же, как было известно, полиция следила за порядком в деревне. С другой стороны был Какаши, по виду ничем не отличающийся от обычного. Бедный копирующий Ниндзи маялся от безделья и переступал с ноги на ногу, все время порываясь правой рукой и залезть в подсумок и достать книжку. Но грозный вид Хакаги не давал ему этого сделать, и с реброволосой Джанин печально вздыхал и сутулился. Спустя минут 10 на дорогу вырулила процессия, многомного Шиноби окружали три паланкина. Ну много, не много, но человек 20 точно было. Все они остановились возле ворот, и из паланкинов выбрались Гара, Тимари и Конкура, жутко недовольные способом перемещения, они же Шиноби, а с ними возятся как с фарфоровыми. Наруто радостно что-то воскликнул, и, наплевав на строгие строй, рванулся всевозможной скоростью к своему красноволосому другу. Едва не сбив его с ног, сдавил в крепких объятиях, Наруто же больше года не видел Гару. После войны все страны бросились обратно в свои деревни, стали наращивать военную мощь, чтобы убить этого непонятного человека в маске наверняка. И то, что тот затаился, не очень всех радовало, заставляя готовиться еще жеще и быстрее. Гара еле заметно улыбнулся, и тоже обнял друга, привык уже к его выходкам. «Здравствуй, Наруто!» низким и ровным голосом сказал Казикаге, отпустив друга. Подошедший конкур а что-то ворчал, было так непривычно видеть его без боевого раскраса на лице и привычной черной формы. Тимари с независимым видом закинула свой железный веер к себе за спину и подошла к братьям. «Наруто, я тебя прибью!» прошипела Цунади с милой улыбкой на губах. Блондин отскочил подальше от разъяренной женщины и прикинулся памятником самому себе. Минато, Какаши и Саски не сдержали смешков, но смеялись тихо, чтобы не обрушить гнев пятой на себя. Намикадзе ни разу не пожалел, что пошел вместе с Наруто и живет сейчас с ним. Здесь, хоть и изменилось все, но Канаха осталась той же, возможно даже еще лучше. И Минато понимал, что все эти улучшения отношений не только в самом листе, но и с другими странами произошли не без вмешательства его сына, Наруто. Да, Сенси, я вижу, что Наруто действительно ребенок пророчества, подумал бы в Шихакаге, знал бы он еще и то, что сам Мизумаки говорил про историю, которую писал Джирайи, в честь какого героя был назван, то еще больше бы убедился в своей правоте. Дальше людей Суны встречали, как положено. Шиноби, не являющихся личной охраной Казикаги, отправили в общежитие, а самого Казикаги с братом и сестрой в тот самый дом, что подготавливали Сакура и Тинза. Сама Сакура сейчас была в больнице, замещала Хакаги и Шизуне, потому что обе встречали гостей, и кто тоже должен был следить за больными. И Харуна, как лучшая ученица Цунади, подходила на эту роль идеально. Гостей тут же подхватили под белые рученьки и начали экскурсию, Наруто оттеснились от друга, и блондин с самым обиженным выражением лица поплелся на полигон. Давящиеся смехом его друзья отправились следом. И зря, чуть обозлившийся Наруто превратился просто в звери, и едва придя на поляну, тут же вызвал несколько десятков клонов, таких же злых, как и оригинал. Минат и Кукаши предусмотрительно сбежали подальше, и засели на дереве, копирующий Ниндзя поделился запасами своих книг авторства Джирайя, и вместо них отдувались клоны, Саски и Сай. Оба черноволосые Ниндзя с хохотом уворачивались от рассингонов и вставляли язвительные реплики. Гара покорно шел следом за Цунади, женщина вела его в свою резиденцию. «И зачем же вы пришли сюда?» спросила шикарная блондинка, зайдя в свой кабинет и присела на свой стол. «Проблема Акадски все еще не решена», спокойно сказал Гара, «И риск новой войны велик». «То есть ты решил укрепить связи между нашими деревнями?» кивнула Цунади. «Да». «Хорошо». «А теперь никаких дел, иди отдыхай», Цунади настолько устала от предыдущей уборки, что сейчас ей было не до всей этой суеты. Юный пятый Казикаги, кажется, прекрасно это понял, и тихо хмыкнув, вышла из кабинета и из резиденции. На улице уже не было ни конкура, ни темари. Видно брат с сестрой уже нашли себе развлечение и сбежали подальше от официоза. Красноволосый парень снова хмыкнул и рассыпавшись песком стал искать, своего дорогого друга, Наруто. Все же Гара практически ради него сюда и пришел. Разведка песка доложила, что они, возможно, нашли убежище парня в рыжей маске. И первым, кто попадет под удар, как всегда, Джин Чирики. Узумаки нашелся на полигоне, бывшем когда-то лесом, а сейчас похожим на лесоповал и скопанное поле. С одного из деревьев едва не падали от смеха кукаши какой-то незнакомый молодой мужчина. Так же смеяясь, убегали от клонов Наруто Саски и Сай. Я смотрю, у вас тут весело. О, Гара! Кукаши вдруг оказался рядом с бывшим Джин Чирики Однохвостого, нисколькими секундами позже с желтой молнией рядом со своим учеником оказался Минато, с интересом начал разглядывать друга своего сына. Гнев Наруто тут же испарился, и он принялся болтать с Гарой, рассказывая всякие истории из своей жизни. «А меня не представишь!» усмехнулся Минато, положив локоть на плечо сына. Это на Микадзе. Тору Узумаки едва не забыл легенду, придуманную для отца, и чуть не назвал реальное имя. «Собаку но Гара», ответил Казикаги, пожав руку мужчине. Так весь день они провели на полигоне, Гара тоже присоединился к тренировке, и бедный лес совсем перестал быть похожим на лес. «Значит, мы договорились?» спросила сестра Казикаги, Тимари. «Конечно, пожала плечами Цунади». Женщина догадывалась, что визит песка носит не только чисто дружеский характер. А Тимари и Шакамару давно ходили сплетни, что они встречаются, и почему-то именно после заявления вернувшегося после путешествия Наруто. То ли из этого, то ли они так встречались, но факт их романтических отношений налицо. Тимари перебирался в Канаху, и они с Шакамару решили тихо пожениться, сильное внимание. Потому что сейчас не время, война все равно может разгореться, и если это случится, то парочка хотела бы быть в законных отношениях. Как хлопотно, тяжело вздохнул Шакамару и почесал затылок, его невеста только глаза закатила. А Цунади вообще не обратила внимания, она просто выгнала из своего кабинета обоих. Наруто позвал Гарапус и тренировки. Что? Блондин поднял голову от земли и посмотрел на друга. Все, кто тренировался, вымотались и развалились на земле, не в силах подняться. Наши разведчики видели тебе, сказал Гара, с привычной маской спокойствий, хотя спокоен он точно не был. Когда? Неделю назад. Потому мы и пришли и оставили деревню без защиты Казикоги. Саски не мог не съязвить, на него тут же кинул раздраженный взгляд красноволосый. У меня в деревне много сильных шиноби, только и ответил он. Охотно верю, Саски поднял ладони в защитном жесте, а как будто вы видели. Нет, но Тоби направлялся в страну огня, еще и поэтому мы пришли сюда. Цунади в курсе, что по всей стране я разослал шпионов. А чего бабуля сама не отправила шпионов? Удивился Наруто. Это ты у нее спроси, хмыкнул Гара. Да, скорее всего просто спихнул работу на тебя, пожал плечами блондин, и задорно улыбнулся. Все улыбнулись в ответ, прекрасно зная, что и Хакаги очень любит спихивать работу на других. Минато с интересом прислушивался к разговору, а этот Гара оказался весьма хорошим парнем. И в таком юном возрасте стал Казикаги, что сам Минато терялся на его фоне, он же Хакаги стал 20. А наутро беззаботная встреча старых знакомых рухнула. Разведчики доложили, что на границе страны огня видели Кабута и Таби. В Кунохе тут же объявили военное положение. Обычные жители совсем переполошились, они еще помнили ужас от техники Пейна, и боялись повторения. Но Лист все равно оказался беспомощен. Просто посреди деревни, на месте сражения Пейна и Наруто, где стоял памятник в честь этой битвы, появилась женщина. Она обвела печальным взглядом свою деревню, остановилась взглядом на Мануни Тихакаги и чуть улыбнулась. Двое блондинов, так удачно оказавшихся как раз у памятника, заметили женщину. Техника призыва. Кушина. Воскликнули они хором. Простите, мое тело мне не подчиняется, со слезами на глазах сказала красивая красноволосая женщина. Отец, мы с тобой идиоты, холодно прошептала Наруто. Прости, мама, но тебе придется снова умереть. Наруто, с болью женщина смотрела на двоих самых любимых людей. Дымка от призыва рассеялась и явила двум блондинам толпы воскрешенных шиноби. Мы же их запечатали, пораженно прошептала Наруто, смотря и на первого и второго Хакаги, на третьего, на многих представителей очах, Джирайо, от Сагары, опять же здесь были почти все Каги. Итачи, Кисами, Забуза, Хаку. Опять все таки славятся своими техниками печатей, перед Наруто опустилась старушка, совершенно не выглядевшая опасной. Худощавое телосложение, осунувшееся лицо, длинные ломкие волосы. Но испугала Наруто другое, знакомая печать, похожая на ромбик, в центре лба. Митту Зумаки. Пораженно прошептал Минато, он упомнил эту женщину. Вы их всех распечатали? Спросил Наруто, очень быстро соображающий в момент опасности. Женщина печально улыбнулась и начала атаковать паренька, который с ужасом и болью смотрел, как вся толпа воскрешенных отправилась в разные стороны, словно живая река расползаясь по улочкам Канахи, они несли смерть и опустошение, не щадя никого. Какаши болтал о чем-то со своей командой, с ними не было только Наруто и Минато. Эти двое с самого утра ходили какие-то хмурые, а потом вообще пропали. Саски и Гара как раз перед ними появился человек. Брат? Неверяще спросил Саски. Меня снова призвали, Саски, печально ответил Итачи, Мангёки шарингом. Ниндзя бросились в рассыпную, один Саски остался стоять на месте, он тоже активировал свое дадюцу. На ветке соседнего дерева сидел Какаши, он снял повязку с глаза и присоединился к бою. Что происходит? У меня приказ убить всех, кого я встречу. Вы знаете, сопротивляться невозможно. Брат воскликнул Саски, на его глазах появились слезы. Он так хотел спасти Итачи, хотел уже поговорить с Наруто по поводу его техники. Можно ли было ее применить к брату? Теперь он уже об этом не узнает, Саски умрет, но остановит Итачи. Деревня для единственного живого Учихи была драгоценностью. Наруто смог донести до друга мысль об этом, о сколько Саски старался заслужить доверие ее жителей, что теперь не хочет все это терять. Учихи не стали разминиваться на глупой технике, они играли козырями, используя силу глаз на полную мощность. Незаметно в этот бой вмешались и другие оживленцы. От милой полянки полигона остался выгоревший пустырь с черным пламенем Аматерасу. Саски, плача, сжег всех призванных ниндзя этим огнем, и даже брата, который на миг смог вырваться из-под тотального контроля призвавшего и сам подставился под огонь. Сакура рыдала над телом Тинзо, он закрыл ее от смертельной техники и умер сам. Может девушка и не была в него влюблена, но они были довольно близки, и Амата ей был определенно симпатичен. Сай с каменным лицом перевязывал обрубок своей руки, призванный Дэнзо сразу отрубил ему кисть, зная, чем славен его бывший подчиненный. Какашипалу лежал рядом с черноволосым и тяжело дышал, его задело клинком одного из мечников тумана. А к поляне стягивали другие призванные. Опять, простонал Гара, тяжело поднимаясь с укропленного его кровью песка. Даже его абсолютная защита бесполезна перед ритуалом Хиддена. Цунади была в шоке. Окружающие ее анбу сражались как звери, а женщина все смотрела на Дана, Наваки, Мита, Джирай и Хашираму. Цунади Сама, придите же в себя. Рявкнул, оказавшийся рядом Генма, отбивая атаку какого-то древнего Нукинина, чтобы тут же упасть от коварной атаки еще одного оживленца. Генма. Крикнула женщина и взяла себя в руки. Тут же применила свою секретную технику и столкнулась лицом к лицу со своими дедами. Ты стала красивой женщиной, внучка, печально улыбнулся Хаширама. Я знал в кого влюбляться, прости меня, Цунади, раздался не еще печальный голос позади женщины Росинган. Женщина едва смогла увернуться, и снова пришлось удирать с места, за ней неслись ветки деревьев. Ее задело какой-то шальной техникой, и Цунади, стукнувшись о крышу здания, упала на землю. Сознание женщины покинуло ее. На защиту жизни своих окагев стали остатки охраны из Анбу и Шизони. К ним присоединилась старая группа иношикача. Их молодые версии сражались где-то неподалеку. Кланг Хьюга отбивал атаку воскрешенных, давая время простым жителям, старикам и детям добраться до убежища. «Вот мы и снова встретились с Хиаши», произнес абсолютно такой же, как и соперник, мужчина. «Да, мне казалось, что я больше тебя не увижу», брат, опустил на миг голову Хиаши. Рядом с двумя братьями сражались дети. Хината, Хан и Бейнаджи бились насмерть. Хината стискивала зубы и почему она уже второй раз сражается с Нагато, только теперь это его настоящее тело. «Снова мы встретились на поле брани, Нагато-сан», горько усмехнулась девушка, активируя свою технику, отчего на ее сжатых кулаках появились две головы львов из чакры. «Ты смелая девушка», улыбнулся Нагато, «и очень подходишь Наруто». От этих слов девушка лишь сильнее сжала зубы и продолжала атаковать. Аниджи и Ханаби дрались против мужчины очень похожего на Гару и женщины похожи на Тимари, из чего можно было сделать вывод, что это их родители. Неподалеку сражался еще один представитель этой семьи со своим племянником Конкура. Рядом с кукольником Нистова сражалась ученица Гары Мацури с Сасари. Но ей было сложно противостоять этому мастеру. Сам Сасари сражался с явной неохотой в глазах и все время тоскливо косился в сторону Конкура. На подмогу девушки вдруг выскочила Маки, которая тоже входила в состав Джанинов, сопровождающих Гару. Ее стиль боя здесь хорошо подошел, и вскоре Сасари был спеленат как младенец в крепкой, чакроподавляющей ткани. Шанратинси послышался выкрик единственного и уже неживого обладателя Риннигана. И все находящихся поблизости оторвало от земли и завертело в облаке из обломков зданий, деревьев, пыли и листьев. Наруто сражался с Ехико Канан, еще успевая отражать атаки матери, на которую физически не мог поднять руку, и Кэ как избегая атак старой Узумаки, первой Джанчулики Курамы. Сам Лис тоже появился и помогал как мог, щелкал челюстями, но к сожалению тело призванных почти тут же восстанавливались. Минато же сражался с Каги. Кроме третьего Хакаги здесь еще были недавно умершие Цучи Каги, третий Райкаги и четвертый Мизукаги. Отец и сын все же справлялись с напаром нападавших, но в отличие от них они не могли лечить свои раны. Наруто, ты же знаешь, что их бить просто так бесполезно, прогремел в подсознании хриплый голос запыхавшегося Курамы. Да. Есть идеи? Увидев Мита, я вспомнил про ее запретную технику. Только члены клана Узумаки могут ее использовать, что от меня требуется. Ты нечистокровный Узумаки, она тебя убьет. Плевать, говори, строго сказал Наруто. Отец, расшибись в лепешку, надалеко будто это бе. Крикнул блондин Минато. А ты что собрался делать? Крикнул в ответ Минато, даже не оборачиваясь, некогда. Неважно. Множественное теневое клонирование. Начали появляться невероятное количество клонов, тут же разбредаясь по всем очагам нападения. Секретная печать печать мира. Выкрикнул Наруто, и вместе с ним все его клоны. Несмотря на название, техника была страшна. Мита вместе со своими родителями ее разработала после того, как Тубирама Синджу создал Датинсей. Использовать относительно без повреждений мог только чистокровные узумуки. Все бои тут же остановились, выжившие заслоняли руками лица, от охватившего невыносимого красного водоворота техники. Водовороты вспыхивали повсюду, скручивались в спирали и навсегда запечатывали внутри себя умерших. Эту печать невозможно было сломать. Сам Наруто покрылся золотистым покровом биджу, сам Курама крутился вокруг своего джинчурики, а в глазах плескалась паника. Наруто! Выкрикнул Минато, посмотрев, что же происходит. Не мешай ему, четвертый! Воскликнул в панике Курама, и вдруг сел рядом с Наруто, и коснувшись кончиком своего носа, стал вкачивать в парнишку свою чакру. Ааа! Заорал Наруто, но технику не прекратил, кожа начала слезать, как тогда, когда блондин еще не овладел режимом биджу. Изо рта несколькими струйками хлынула кровь, как и из носа. Сам парень будто терял весе, вскоре от развитых мышц ничего не осталось, скелет обтянутый кожей. Сам себе Наруто напомнил Нагатовых встречу. Наруто! Плачиво крикнул Минато, он очень боялся потерять сына. Наконец, техника завершилась, запечатав всех призванных и только умерших. Убей Кабутэ Тебе, прохрипел Наруто, падая на разум уменьшившегося Кураму, который отдал почти всю чакру Джинчирики. Наруто тяжело раскрыл глаза, он все еще находился посередине Канохи среди обломков, запечатанных трупов и снующих туда-сюда живых. Блондину было мягкое тепло. Наруто! Жив! К нему подскочила Инна, и тут же зажала себе рот рукой, чтобы не закричать от ужаса, «Я подлечу!» Наруто только медленно моргнул, соглашаясь. Тело ломило и выворачивало, но двинуться было невозможно. Девушка попыталась диагностировав, и не сдержавшись, вскочила на ноги и бросилась в сторону, нагнулась и ее стошнила. «Прости!» попыталась улыбнуться дрожащими губами девушка, и сегодня столько ужаса увидела, что не удержалась. Наруто тоже попытался улыбнуться, и почувствовал корочку на губах. Не могла же ему сказать блондину, что у него мало того, что эпидермиса нет вообще, то он есть верхнего слоя кожи, явно истощенные мышцы, будто потерявшие все свои соки, и система циркуляции чакры разорвана вся. Если Наруто сможет снова использовать техники, то лет через десять, не меньше. Потому что икурами надо восстанавливать свой запас чакры, изрядно опустевшей от передачи чакры Наруто. Наконец, блондин смог разлепить губы. «Где отец?» Тут же спросил он. «Что?» «Кто?» переспросила девушка, лечившая кожу Узумуки. «Намикадзе?» «Торо?» «Он?» Девушка не знала, как сказать. «Этот паренек смог победить двух страшнейших нукененов, но сам сейчас в коме. Тебе совершил какую-то технику, вследствие чего родственник Наруто и впал в кому. И неизвестно, сможет ли из нее выбраться». Наруто закрыл глаза, а по разодранной щеке скатилась слезинка. Сердце Ина защемила, ей было искренне жаль своего бывшего одноклассника. Девушка понимала, что не только от известия о коме родственника Узумуки заплакал, он не настолько слаб. Наруто оплакивал всех погибших сегодня. Канаха снова была разрушена. Хакаги находилась в тяжелом состоянии, старейшины погибли, Наруто даже с постели встать не может. Чоуза, отец Чоуджи погиб. Как и Тинза, Марина и Беки, Генма, Анка, почти все Анбу и половины Чунинов, и погиб и Ирука. Ниндзя совсем не знали, что делать. Шикаку, потерявшись в битый правый глаз, и теперь смотрелся совсем как разбойник с меховых воротником на жилете, со шрамами на лице и черной повязкой, предложил снова восстановить Какаши в роли временного Хакаги. Самому Хатаке уже оказали первую помощь, и он не смог отказаться. Мината, который точно мог бы вести их всех в это тяжелое время сам был недейспособен. Первое утро, окрасившее кровавыми лучами восхода разрушенную деревню, пришло, но не принесло с собой радость от победы в войне. В деревню только сейчас начали приходить шиноби других стран, но увидели, что опоздали. Некоторые оставались помогать в восстановительных работах или в медицинской помощи. Десять лет спустя. К нахапу святой разрухи однодневной войны снова процветало. Мината, едва очнулся от комы, был восстановлен в должности. Хатаки не хотел больше такой громадной ответственности, и выйдя в отставку сразу же женился. Все то время, после битвы он утешался куру, у которой случился нервный срыв. Она едва не потеряла всех своих близких, а уж смерть Инзана переживала до сих пор. Из двух одиноких сердец, пытающихся согреться в тепле друг друга, выросла любовь. Печальная, грустная, но невероятно сильная. Са учился управлять протезом вместо своей кисти правой руки. Затем он уже сам начал помогать своему лечащему врачу, Шизуни. Цунади все еще была очень плохо. И за все время она почти перестала даже ходить. И к огромному сожалению всей деревни не было никого, способного ее поддержать. Саски, на полгода ослепнувший жил все это время один, как ни странно, но ему помогала Хината. Из чувства обязанности помочь другу своего любимого, девушка сама не заметила, как влюбилась. А у Саски чувство благодарности также превратилось в любовь. Наруто об этом долго боялись говорить. Сам Мизумаки все время находился в срочном порядке отстроенном госпитале, в одной палате с отцом, ожидая его пробуждения. А когда Мината вышел из комы, то Наруто переехал в дом. Ходить он мог с трудом, ему помогал в этом Курама, частично перехватывая управление телом. За ним ухаживала она, она не смогла спокойно смотреть на то, как этот сильный человек гробит себя. И девушка смогла вытащить его из депрессии, но вот с телом оказалось сложнее. Системы циркуляции и мышцы восстанавливались крайне медленно. Постепенно все раны заросли, и внутренние, и внешние. Ужас с войны позабылся. Все приходило в норму. Наруто и Сай стали учителями, из-за того, что не могли нормально использовать ниндюцу. Но как только Узумаки смог использовать свою чакру, то они с Сай отправились на место всех страшных событий, долину завершения. Сай тут же принялся рисовать символы на земле. Двое друзей переглянулись, и вместе шагнули в круг. Да, может они любили своих половинок, но жизнь других ценнее. Техника перемещения воскликнули мужчины хором. И ведь всегда же можно отловить свою копию в прошлом, и сказать ей пару слов о будущем.